Александр Бенуа. Мои воспоминания. В пяти книгах. Книги четвертая и пятая. Москва. Издательство Наука. 1980 год. Книга четвертая. Глава первая. Наши странные медовые месяцы. Болезнь молодой и неожиданные последствия оной. Книга четвертая. Книга четвертая. Расскажу все по порядку. Книга четвертая. Стали нас навещать друзья, оставшиеся на лето в Петербурге. Валечка, Бакст, Нурок. Дима и Сережа проживали уже в родовом Богдановском. Мы угощали друзей стрепней Степаниды, которая хоть и не значилась кухаркой, однако могла бы заткнуть за пояс любую специалистку по кухонному делу. Ее супы, ее бифштексы по-гамбургски были настоящим объедением. Только вот десерты не очень удавались. Спасали ягоды и соседство знаменитой на весь Петербург кондитерской Иваново на Театральной площади, где как раз летом изготовлялись изумительные сладкие пироги с земляникой и во всякое время разнообразные пирожные. Последние, очень крупного размера, стоили всего пять копеек штука. В хорошую погоду, следуя обычаю, установленному мамочкой, мы обедали на балконе, где вдоль перил стояли цветы, а уютность сообщала опущенная белая маркиза. Странно, смешно и очаровательно было все это. Особенно видеть Атю в роли хозяйки нашего дома, заказывающей обед, проверяющей счета, дающей распоряжение нашим старушкам. С присущим ей тактом Атя ни в чем не меняла установленного строя, и наши прислуги это ценили, забыв прежние неприязненные чувства, которыми они было заразились от других в отношении моей избранницы. Это блаженное состояние длилось, впрочем, недолго. Уже через четыре дня мы, не откладывая, отправились навестить наших, кого в Финляндии, кого в Петергофе. Как папина дач, так и та, на которой жил Альбер на берегах Саймонского канала, были полны молодежи, а в малом расстоянии от этих дач жили каосы. Мой кузен Евгений Цезаревич со своей молодой женой и с детьми, еще не вышедшими из детского возраста. Мы очень любили милейшую Екатерину Сергеевну Зарудную Каос. Я знал ее с раннего детства, которая, к тому же, была вовсе не бездарной художницей, и как раз в те годы переживала расцвет своего таланта. Следует также запомнить, что Женя Каос и его жена в период нашего родственного астракизма были из первых, наряду с Сомовыми, с Десмондами и Собером, кто открыл нам свои двери, и раза два мы даже были приглашены на их балы, вернее, на те многолюдные и непринужденные танцульки, которые происходили в обширной мастерской Екатерины Сергеевны, построенной в мансардном этаже прелестного Каосского дома. Я особенно ценил их общество, во-первых, потому что и Женя выказывал интерес к искусству. Я уже, кажется, упомянул о затеянном им художественном издательстве. И потому еще, что их дом служил сборным пунктом для многих весьма интересных и значительных людей. Зарудная Ковоз Екатерина Сергеевна 1861-1917, живописец и график, получила образование в Академии художеств 1881-1887, где занималась у Чистякова. В 1885-86 годах посещала в Париже студию Дюрана и Академию Жюльена. Известны ее портреты Соловьева 1891 год, Бестужева-Рюмина 1889, Государственная Третьяковская галерея, Репина в мастерской 1903 год, Горького 1905 год, Музей Горького в Москве, Люксембург и других. В 1906 году она была одним из организаторов сатирического журнала «Леший». Именно здесь я часто встречал Илью Ефимовича Репина и многих других художников. Здесь же я заслушивался вдохновенных и полных каверзной иронии речей Владимира Соловьева, портрет которого, писанный Катенькой Зарудной, почитался как весьма схожий. Здесь же бывал историк Бестужев-Рюмин, основатель Бестужевских курсов, остроумнейший собеседник Кони, будущий трибун Родичев, женатый на сестре Екатерины Сергеевны, предводитель дворянства и археолог граф Алексей Александрович Бобринский, и его писала моя кузина, и вице-президент Академии художеств граф Толстой. Всех не перечислить. Соловьев Владимир Сергеевич, 1853-1900, поэт, публицист, философ, идеалист, оказавший большое влияние на литературный процесс мировоззрения Достоевского, особенно же на эстетику поэтов-символистов, которые восприняли образную мистика, поэтическую основу его мироощущения, как целостность его философских взглядов, идеи вечной женственности в стихах о прекрасной даме Блока, космические представления о мировой душе в поэзии Андрея Белого, учение о пророческой миссии художника в произведениях Вячеслава Иванова. Бестужев Рюмин Константин Николаевич, 1829-1897 годы, профессор русской истории Петербургского университета с 1865 года, возглавлял высшие женские курсы в Петербурге со времени их основания в 1878 году по 1882 год, что и дало им название Бестужевских. Открыты же они были по инициативе группы интеллигенции, возглавленной Бекетовым. Кони Анатолий Федорович, 1844-1927, юрист, судебный и общественный деятель, получивший большую известность после процесса по делу Засулич, стрелявший в петербургского градоначальника Трепова, 1878 год. Суд присяжных под его председательством вынес ей оправдательный приговор, после чего он был отстранен от работы. В 1918-1922 годах профессор уголовного судопроизводства в Петроградском университете. Родичев, 1856 год, юрист, один из лидеров партии кадетов, депутат Государственной Думы всех созывов, комиссар Временного правительства по делам Финляндии, после Октябрьской революции жил вне России. Особенно же меня пленил брат хозяйки дома, неистовый Саша Зарудный, впоследствии стяжавший себе славу в качестве блестящего и благородного адвоката, и кончивший свое общественное служение на посту не слишком удачливого министра юстиции Временного правительства. Зарудный Александр Сергеевич, 1863-1934 годы, народник-социалист, адвокат. В 1913 году выступал защитником Бейлиса. В 1917 году входил во второе коалиционное правительство в качестве министра юстиции. После Октябрьской революции от политической деятельности отошел. Тогда же, в 90-х годах, Саша по окончании училища правоведения только еще начинал свою карьеру. На нем мне хочется здесь остановиться. Однако я не стану касаться его общественной деятельности, а хочется занести в эти записки то, чем он меня и многих других пленил. Почему на наших фамильных сборищах именно Саша Зарудный давал всему какой-то особый тон, оживлял и будоражил даже и самых апатичных людей? С виду он был жгучий брюнет, который мог вполне сойти за цыгана. Почти все дети знаменитого Сергея Ивановича Зарудного, одного из создателей судебных реформ Александра II, имели такой цыганский облик. Зарудный Сергей Иванович, 1821-1887 годы, юрист, принимавший деятельное участие в проведении судебной реформы 1864 года. В 1866 году издал судебные уставы, предусматривавшие основные принципы буржуазно-демократического судопроизводства, равенство всех перед законом, гласность, выборность некоторых органов, введение суда присяжных, адвокатуры, института судебных следователей. Но этого мало. Светившиеся лихорадочным блеском черные глаза Александра Сергеевича, черная, густая, довольно длинная для столь юного человека борода, странные, быстрые и какие-то обезьяньи-ухватки, не остывавшая ни на минуту возбужденность, Все это вместе взятое вызывало тревогу. Но эта тревога быстро переходила, у меня, по крайней мере, в удовольствие, как только Саша, чуть освоившись, даже среди самых близких ему нужно было несколько минут, чтобы освоиться, прийти в себя и осознать вполне окружающее, Входил в свою роль забавника и даже настоящего шута. С виду при этом он становился все серьезнее и даже мрачнее. В частности, Саша Зарудный был один из тех, кто обладал даром доводить меня до настоящих судорог смех. Для этого вовсе не требовалось, чтобы он говорил какие-нибудь острые вещи, а достаточно было его действий и поступков, отличавшихся подлинным комизмом. В его крови не было ничего итальянского. Но я думаю, что знаменитые «Орликины» и «Бригеллы» итальянской комедии были такими же, божьей милостью, шутами гороховыми, один выход которых повергал зрителей в повальную истерику смеха. Кстати сказать, этим же даром натурального комизма обладали лишь три актера. Главный комик французского Михайловского театра 80-х годов Хиттеманс, наш знаменитый Костенька Варламов и Монахов. Быть может, я еще вернусь к двум последним, но на случай, если бы это не случилось, я здесь же помяну их и помяну со свойственным мне чувством благодарности. Обладавший, однако, исключительным даром слова, Саша Зарудный мог в то же время быть очень опасным в серьезных спорах оппонентам. А его поразительная память хранила десятки тысяч стихов, главным образом Пушкина, которого он обожал и чуть ли не всего знал наизусть. Он мог часами разгуливать по комнатам, произнося то тихо, то с громким пафосом, любимые места из Онегина или из Медного всадника, причем он до Одуре упивался самой их музыкой. Порядком усталые, но все же счастливые, мы вернулись из Финляндии в Петербург с намерением тотчас же приступить к визитам другим близким родственникам. Программа была очень широкая и многообразная, но нам не было суждено ее исполнить. Начали мы этот объезд с Бобыльска, близ Петергофа, с дачи брата Миши, после которой надлежало перекочевать на соседнюю дачу к брату Леонтию. Но на этом объезд наш и кончился. Злая или благодетельная сила, преследовавшая нас за последние месяцы, вздумала возобновить свои гадкие шутки. И на сей раз шутки приобрели настолько серьезный характер, что само существование моей подруги снова оказалось под угрозой. Как раз чудесная погода, стоявшая уже несколько недель, за одну ночь резко изменилась. Зарядили на целый день дожди, изменилась и температура. Даже в уютной, добротно построенной Мишиной даче стало со дня на день сыро и неприветливо, а сад весь в лужах, с поблекшими цветами, принял самый плачевный вид. И тут, в мое отсутствие, я как раз поехал зачем-то в Петербург, Атя, которая вообще отличалась крайней беспечностью в отношении собственного здоровья, совершила вящую неосторожность. Попав во время прогулки с Мишей по парку царской собственной дачи под проливной дождь, она, вернувшись домой, поленилась переменить промокшие платья и обувь и просидела в них весь вечер. На следующее же утро я заметил что-то неладное. Меня поразила бледность моей жены и какой-то странно осунувшийся вид, а к полдню выяснилось, что это не простая простуда, а нечто более серьезное. Чем-то совершенно новым для нее были те боли в суставах рук, в коленях и в ступнях, на которые она теперь жаловалась. И именно загадочная новизна этих страданий и внезапное резкое повышение температуры погнали нас в город, куда Атя прибыла уже в состоянии близком к обмороку и где она сразу слегла. Вызванный немедленно Люля-доктор констатировал острую форму суставного ревматизма. Тут была допущена еще одна оплошность. Вместо того, чтобы сразу прибегнуть к решительным мерам, Люля-доктор, верный своему нажитому на многолетней практике скептицизму, ограничился прописанием каких-то, если и безвредных, то абсолютно неполезных лекарств. Между тем, Атя не только стонала и металась, но порой и кричала от боли. В величайшей тревоге была и наша прислуга. Особенно Степаниду озадачивала, что молодая барыня ничего не ест. Однажды она даже рассмешила больную, явившись в мое отсутствие с огромным куском только что испеченного ею пирога, уверяя, что если бы им как следует наесться, то и болезнь прошла бы сразу. Едва ли более благоразумным был совет Убер, который, будучи сторонником гомеопатии, настоял на том, чтобы я приобрел лечебник доктора Бразоля, и по этой объемистой книге, где все так ясно сказано, попробовал бы, параллельно с лечением врача, находить нужные средства для борьбы с болезнью. За изучение этого толстого тома я и принялся в наивной уверенности, что сам помогу своей жене. Разумеется, из этой дилетантской попытки ничего не вышло. Зато из Бразоли я узнал о сотнях болезней, до той поры мне неведомых, и мне стало казаться, что, судя по симптомам, я сам то одним, то другим недугом заболеваю. Ныне, без ужаса и омерзения, я не могу вспомнить об этих неделях нашего первого медового месяца. Некоторым утешением и приободрением служили мне частые приезды с далекой кушалевки, доброй моей Камишеньки, которая с полным самопожертвованием ухаживала за Атей и помогала мне вести хозяйство. Особенно мучительны были ночи и для больной, которая из-за страдания не могла заснуть, и для нас, не знавших, как ей помочь. И все же ни в ком из нас еще не зарождалось сознание опасности, и никому не приходило в голову, что следовало бы обратиться к другому врачу. Тут как раз кончился летний отпуск папы, он вернулся с дачи, и его сразу поразила перемена, происшедшая во внешнем виде его новой невестки. Уже через день после своего возвращения он в необычный утренний час вошел вместе с Альбером ко мне в мой кабинет, где я спал с момента заболевания Ати, и оба стали меня приготовлять к худшему. Папочка даже прямо заявил, что у Атеньки совсем такой вид, какой был у Марии Викторовны, когда она умирала. Я решительно отверг мысль о таком близком роковом исходе. Однако этот шаг папы и Альбера настроил меня на какой-то более решительный лад. А потому, когда в тот же день забежавший ко мне Бакст стал рассказывать о чудесах, творимых его знакомым молодым врачом Кличко, я, не откладывая, попросил Левушку тотчас же к нам его привезти. В тот же вечер Кличко был у нас и произвел наилучшее впечатление всеми своими распоряжениями и своим авторитетным безапелляционным тоном. Он скорее отдавал приказания, нежели советовал. И это явилось полным контрастом бедному нашему слишком уж домашнему врачу-кузену. Превосходное впечатление этот молодой, но уже опытный и полный бодрости человек произвел и на больную. Особенно нас поразили его быстрые, как бы осмысленные руки. Атя глядела на него с верой, улыбаясь, чего уже давно не было, на его шутки, шутить с больными входило в прием Кличко и беспрекословно подчинилась всем его распоряжениям. Подчинились и все мы. Эти распоряжения взбудоражили все наше чуть сонное царство. Первый приказ Кличко заключался в том, чтобы без малейшей проволочки перевести больную в одну из комнат, выходивших на солнечную сторону. Причем он сам выбрал мой бывший кабинет, иначе говоря, красную комнату, выходившую окнами во двор на юго-запад. Ольгу же Ивановну больше всего потрясло то, что доктор велел там сразу затопить камин. Как так? Среди лета в жаркий день тратить дрова и уголь? А затем Кличко тут же выработал и записал целый режим, то есть, что есть, что пить, от чего воздерживаться. В качестве же основного медикамента он предписал салипирин, который он предпочитал чистому салицилу, так как опасался осложнений со стороны сердца. Но самое замечательное в этих приказах доктора касалось того, что должно было произойти после выздоровления моей жены, в чем он, видимо, нисколько не сомневался. Все тем же тоном диктатора, которому нельзя перечить, он постановил, что как только Анна Карловна дней через десять поправится и наберется сил, она должна будет немедленно покинуть Петербург и отправиться за границу в Визбаден. После же полного курса лечения в шесть недель в Визбадене он предписал ей дополнительный курс лечения на виноград. Эти слова звучали у него особенно эффектно благодаря его типичному еврейскому картавлению. На берег Средиземного моря, лучше всего куда-нибудь в окрестности Генуи. Только после этого мучительный и опасный недуг будет окончательно и навсегда побежден. Вся эта программа и была выполнена без малейшего отступления. И действительно, уже через два дня после того, что Атя была переведена на новое место и стала принимать солиперин, боли стихли. Вернулся совершенно исчезнувший аппетит, а через еще десять дней она настолько окрепла, что мы ее, правда, все еще очень слабенькую и едва решавшуюся ступить на пол, повезли на Варшавский вокзал. И вот мы уже оба сидим на бархатных сидениях купе первого класса, окруженные нашими чемоданами, цветами и мешками со всякими угощениями, и вот уже поезд тронулся, милые лица родных и их руки, машущие платочками, поплыли в сторону, исчезли, а мы едем, едем за границу. Не верилось, точно сон. Осуществилась мечта, только что казавшаяся несбыточной. Папа снабдил меня достаточной суммой денег, однако наш вояж затянулся, и их не хватило, но пришлось дважды просить о подкреплении, и перед нами открывались несколько месяцев не только приятной обеспеченности, но и чрезвычайного блаженства. Мысль, что я снова окажусь в Германии, а там и в Швейцарии, в Италии, наполняла меня восторгом. Берлин, куда я попадал уже в третий раз, был мне хорошо знаком, но на сей раз я мог его показать своей обожаемой подруге, той, кому я столько о нем рассказывал. Правда, она не могла быть мне теперь товарищем во всех моих пеших рысканиях по улицам и по музеям. Когда мы ее устраивали в вагон, пришлось прибегнуть к помощи двух дюжих молодцев, внесших ее на руках, и тоже повторилась на границе при пересадке и в Берлине. Кроме того, Атя ощущала боли в коленях при всяких подъемах и спусках. Но самый факт, что вот она после почти пяти лет снова за границей, что она увидит хотя бы из окна гостиницы или сада, или из открытой коляски новые лица, новые одежды, новые улицы, уже это одно при ее любви к новым впечатлениям окрыляло ее и сообщало ей какой-то особый подъем. Выбралась она на третий день даже и в музей. Благо, остров музеев отстоял от нашего отеля буквально в нескольких шагах. Стоило только перейти набережную, улицу и мост, как мы уже были в колоннаде, оцепляющей и соединяющей старый и новый музеи, а также национальную галерею. Именно в эту последнюю ее особенно тянуло, ведь в ней находилась одна из любимых, известная ей только по фотографии, картин Беклина, культ этого художника продолжал у нас быть в полном разгаре, «Поля блаженных». И там же она увидела тоже хорошо ей известные по воспроизведениям и любимые картины Менцеля, Хеннеберга, Фейербаха, Шпангенберга и многих других. Увидать все это в красках и как бы ожившим доставило Ате огромную радость, и я на силу оторвал ее от любования этими шедеврами тогдашней немецкой школы. Потащил я ее и в тот ресторан «Лютер и Вегенер» близ драматического театра и площади жандармов, в котором когда-то бывал чуть ли не каждый вечер Гоффман, и где он пьянствовал со знаменитым актером Девриеном. Ресторан «Лютер и Вегенер» название дано по имени владельцев Кабачка. Гоффман бывал в нем в последний берлинский период своей жизни, 1814-1822 годы, когда возобновилась его служебная деятельность в Министерстве юстиции и Государственном суде, и когда им были созданы основные прозаические произведения. Тогда же знакомство с актером Девриеном 1784-1832 годы перешло в крепкую дружбу. Ныне ресторан не существует. Чья-то акварель, висевшая над одним из столиков, изображала как раз такую встречу за бутылкой вина, за многими бутылками, двух друзей. И как раз под этой же картиной мы выбрали себе место за совершенно таким же простеньким столиком, как тот, за которым сидели оба приятеля. Первый этап был Берлин, где мы пробыли пять дней. Но надо было спешить сдать больную, или точнее выздоравливающую, под опеку германских эскулапов. Одного такого, рекомендованного Валечкой, когда-то сопровождавшего свою мать во время ее ежегодных пребываний на водах, мы имели определенную в виду, но он не оставил по себе отчетливой памяти. Да и посетили мы его всего раз, а получив на все время лечения инструкции, очевидно, те самые, которыми он по рутине наделял каждого, мы к нему и не возвращались. Остановились мы в Висбадене, тоже по чьему-то совету, в старомодном, но удивительно добротном, безупречно чистеньком отеле у Ангела, в котором уже через два дня мы стали себя чувствовать как дома. Два окна нашей комнаты выходили на боковую улицу из-за низеньких домов, в которой выглядывала островерхая новая церковь, окруженная высокими деревьями. По утрам нам не давало спать почти беспрерывное дребезжание дверного колокольчика. Это в соседнюю булочную входило за свежеиспеченным хлебом прислуга со всего околотка. Но ложились мы с курами, и нас этот шум не слишком беспокоил. А, впрочем, и весь Висбаден после десяти часов затихал совершенно. И даже в единственном в те времена театре спектакли начинались в шесть и кончались в девять с половиной. Грандиозный оперный театр только строился и был освещен к концу нашего пребывания, о чем далее. Каким вообще милым, уютно-старосветским и провинциальным был тогда этот городок. Как мало он заботился о развлечении своих гостей. Когда-то в Курзале велась разрешенная азартная игра. Но теперь это отошло в предание, а ежедневные концерты на открытом воздухе в саду Курзала никак не могли привлекать прежние толпы. Программы были уж очень банальными и пресными. Иные гости громко жаловались на то, что им подносят такой пошлый вздор, да и мы предпочли бы что-либо более отвечающее нашим вкусам. Но эта музыка соответствовала общему сонливому настроению Висбадена, и была, вероятно, более полезна, нежели если бы мы слушали на первых же порах вещи, волнующие, хватающие за сердце. После того, что мы пережили за последние шесть месяцев, такой покой оказался кстати, мне не менее, нежели моей жене. Как только выздоровление Ати достаточно определилось, мы стали предпринимать большие прогулки. В самом городе Висбадене, лишенном всякой старины и живописности, нечем было любоваться, разве только поднявшись на подъемнике до верхушки невысокого холма Нероберг, глядеть оттуда на растилавшийся прекрасный вид. Более приятное впечатление оставила по себе экскурсия в коляске до руины Соненберг, лежащей в двух или трех километрах. Сама руина нас ничем не поразила, но почему-то запомнилась та картина, что предстала перед нами, когда мы взобрались на верхнюю площадку башни. Картина была совершенно в духе наших любимцев, Морица, Швинда и Рихтера. Швинд, Мориц, 1804-1887 и Рихтер, Адриан, Людвиг, 1803-1884 живописцы и графики позднего австронемецкого и немецкого романтизма, склонные к изображению идиллических перейзажей и сценок из народного быта. Несколько девочек-подростков отплясывали здесь под собственное пение рот польки Кадрили. Мелькавшие на фоне золотистого небосклона фигурки, веселая мелодия и взрывы непринужденного смеха все это говорило о радости жизни. То была старинная Германия, что-то удивительно милое и родное, сулящее мир, благоденствие, скромное, но неподдельное веселье. Но вполне возможно, что эти же самые девочки, став через 20 лет почтенными Матронами и народив героев, неистово аплодировали своему кайзеру, когда он вздумал открыть двери Янусова храма, с чего и началось все дальнейшее потрясение не только Германии, но и всей Европы. Интереснее были наши экскурсии в Биберих, ближайшее местечко на Рейне, куда нас довозил трезвонивший всю дорогу, дергающийся и раскачивающийся электрический трамвай. В самый Биберихский дворец нельзя было проникнуть. В нем еще проживали его собственники, какие-то члены княжеского рода Оранж-Нассау. Но было чем любоваться и снаружи. Как прекрасной архитектурой эпохи Людовика XIV, так и мягко красноватым тоном камня этого вытянувшегося по набережной величественной реки дворца. Особенно же притягивал нас в Биберих, расположенный позади дворца, открытый для публики несколько запущенный вековой парк. В нем мы бродили почти в полном одиночестве, то и дело спугивая остроносых ежиков, юрких кроликов и пушистых белок. Захаживали мы и в главную достопримечательность Биберихского парка, в так называемую Мосбург, одну из самых потешных пародий на средневековые замки, построенную в 1820-х или в 30-х годах в самый разгар романтических увлечений. Однако близкий Биберих перестал нас манить, как только силы Ати позволили ей пускаться в более далекий путь до Майнца, того самого Майнца, который оставил во мне с 1890-го года самое чарующее впечатление. Теперь я мог изучить его и из подволь, и досконально. Пробовал я и рисовать в Майнце, и некоторые тогдашние зарисовки углем имели впоследствии успех на одной из выставок в Петербурге. Нас одинаково пленили как памятники средневековья, готические и романские, так и всякие довольно многочисленные здесь образцы архитектуры барокко и рококо. Но совершенно особенное, торжественное настроение нас охватывало, когда мы вступали под суровые высокие своды знаменитого собора и оказывались среди тех надгробий майнских архиепископов-курфюрстов, которые придают этому храму Божьему значение первоклассного скульптурного музея. Начиная с каменного раскрашенного барельефа, на котором изображен архипастор XIII века Зигфрид фон Эпштейн, коронующий за раз двух германских королей, и кончая тем грандиозным мавзолеем XVIII века, в котором увековечен с удивительным пренебрежением христианского смирения некий, хоть и коленопреклоненный, но все же исполненный чванства старший пастор кафедрального собора фон Брейденбах. Все это настоящие шедевры. Зигфрид фон Эпштейн, умерший в 1249 году, изображен на надгробии, коронующим двух королей, занявших германский престол за несколько лет до его смерти. Генриха Распе, графа Тюрингии, ставшего королем в 1246 году и убитого в 1247 году, и его преемника Вильгельма Голландского, правившего с 1247 по 1256 год. Не менее любопытные в Майнском соборе те, состоящие из нескольких звеньев скамьи, которые были привезены когда-то из другой церкви и отставлены под своды прекрасного деамбулатория, прилегающего к собору. Деамбулаторий, галерея, крытый переход вдоль внутренних стен монастырского двора. Эти скамьи опять-таки настоящие шедевры немецкого ренессанса. Их локотники, их сиденья состоят из самых причудливых монстров, драконов, грифов, а также из сирен, амуров, фавнов, все вперемешку. При этом немалечного намека на христианскую религию. Исполнение заветной мечты паломничества в городок Лимбург на реке Лане взяло у нас целый день с раннего утра до позднего вечера. Давно по фотографиям и гравюрам мне был знаком знаменитый вид на собор со стороны его апсиды, и мне всегда хотелось увидать эту единственную красоту в натуре. Но то, что открылось перед нами, подъезжая к Лимбургу, превзошло все ожидания, и я тогда же решил сделать на месте подробный рисунок, дабы затем в картинах значительных размеров передать этот бесподобный романтический памятник. Три раза я затем в Петербурге и в Париже приступал к этой теме, однако ни один из этих вариантов меня не удовлетворял. Более законченный из них был мной поднесен княгине Тенишевой и вошел в состав пожертвованного ею собрания в музей Александра Третьего. Одна из акварелей с видом Лимбургского собора 1895 год находится теперь в Днепропетровском художественном музее. У самого обрыва отвесной и оголенной скалы высится пятибашенный собор того чарующего стиля, в котором суровая строгая романская архитектура уже подпадает под смягчающее влияние готики. Почти вплотную к собору жмутся несколько старинных островерхих домов, а под скалой на берегу извивающейся речки стройным рядом стоят пирамидальные тополя. Самый собор по своим размерам не может быть причислен грандиозным сооружением средневековья, но формы его таковы, что стоя на своем диком скалистом подножье, он кажется исполином. День выдался пасмурный, но это только усугубляло звучную гамму сероватых тонов как самой каменной массы божьего храма, так и кровельных или аспидных крыш и покрытой бурыми потеками скалы. И как странно, именно тогда, и несмотря на наше упоение вот этой красотой, между мной и Ати произошла наша первая после женитьбы ссора. Правда, совершенно пустяковая и продлившаяся не более двух часов, однако все же успевшая нас несколько и помучить. Какая была причина этой ссоры, я теперь не помню. не то я слишком заработался, зарисовывая собор с противоположного берега и слишком долго заставил ждать Атю, назначив ей место свидания у моста. Не то я отказался пойти перекусить, когда с приближением сумерек и при остром ощущении осеннего холода мы оба проголодались. Вина была во всяком случае моя. Мы до того рассердились друг на друга, что пошли на железнодорожную станцию врозь. Причем Атя чуть было в чужом городе не заблудилась и не опоздала на поезд. Может быть настоящая причина ссоры лежала просто в той нервной реакции, которая явилась как следствие слишком большого духовного напряжения, и нас в нашей человеческой слабости просто потянуло на нечто прямо противоположное восторгу, на нечто совсем глупое и низменное. Самым же значительным путешествием, которое мы тогда вдвоем сатей совершили, была классическая поездка по Рейну на пароходе. Но удовольствовались мы тем, что проплыв от Майнца до Коблинца, обратный путь совершили по железной дороге. Для меня это рейнское плавание было не новостью, но то, что я мог теперь показать все эти знаменитые руины, замки, городки и скалы возлюбленной супруги, преисполнило меня необычайным возбуждением. И я должен был представлять собой довольно забавную фигуру безумца-туриста, который без устали носился с одного борта к другому, с носа на корму и обратно, таща за собой свою даму и указывая ей то одну, то другую достопримечательность. На сей раз склоны холмов, между которыми мы плыли, показались мне менее изуродованными культурной обработкой, нежели в мою первую поездку в 1890 году. Вероятно, тому способствовало, что на сей раз стояла осень, одевшая лица и рощи золотом и пурпуром. И это при ярком солнце под холодной лазурью неба в сочетании с зеленоватым тоном воды создавало чарующую гармонию. В нашем висбаденском Цум-Энгель Тальпдот носил совершенно старосветский характер. Гости сидели рядышком вдоль двух или трех длинных столов. Натуры нелюдимые и стеснительные от этого страдали, и так как таких натур в человечестве немало, то с усилением туристского оборота в мире протесты этих людей привели к тому, что все гостиницы перешли на новую систему отдельных столиков. Напротив, в 1894 году старые системы держались не только в провинции и в маленьких гостиницах, но и в столицах, и в самых роскошных паласах. Когда в 1882 году я ездил по Скандинавии и Германии с родителями, и мы останавливались именно в наилучших дворцах, то я, мальчишкой 12 лет, находил в этом большую прелесть. Меня интересовали постоянно возобновлявшиеся встречи с чужими людьми, с иностранцами. Мне импонировал также весь окружающий дворцовый блеск. Какие-то колонны, позолота, расписные плафоны, сервировка, цветы и пальмы на столах, масса прислуги. Тальпдот в Висбаденском пансионе был из самых скромных. Комната, служившая общей столовой, была хоть и просторная и светлая, однако не обладала ни малейшей декоративностью. Сервировка была сведена к необходимому типу среднебуржуазного стола, да и среди гостей, не находилось ни титулованных персон, ни богачей, ни эффектных дам. Но именно благодаря этому за обедами и за ужинами царила большая непринужденность и часто слышались взрывы смеха или громкие споры. Нам посчастливилось. Нашими визави оказалась пара, сразу обратившая на себя наше внимание и к концу пребывания мы так подружились с этими престарелыми супругами, что иногда совершали с ними прогулки по городу, закусывали в кондитерских и в молочной ферме, а за едой у нас через стол завязывался оживленный разговор. Мы шли к столу с особым удовольствием, предвкушая эту беседу. Впрочем, интерес представлял только он, почтенный и очень курьезный забавный старичок, тогда как она была дама скучнейшая, с кислым выражением на бесцветном лице, вероятно, в интимности капризная и нелепая. Слишком часто прорывавшиеся эти черты нелепости раздражали супруга, и он то и дело обрывал ее притушенными возгласами «Опять ты тут со своей блажью и суматохой!» Особенно старичок любил рассказывать анекдоты, и почти все они были посвящены блестящему Парижу Второй империи, который был ему хорошо знаком, так как он поселился там около полвека назад. Рассказывал профессор и про уличную жизнь Парижа, и про двор Наполеона Третьего, и про парижские театры. Мы еще тогда сами Парижа не знали, Атя побывала в нем в 1889 году, но тогда была всемирная выставка, и кроме выставочной суматохи она из пребывания в Париже ничего не вынесла, и мечтали туда попасть. Естественно, что мы с жадностью слушали эти повествования и описания. На задаваемые вопросы профессор отвечал с особой охотой. Атя уже старичок особенно наценил и говаривал «Вы изящны, у вас есть вкус, вы должны быть в Париже, женщины там всесильны». Он же, узнав, что в вате течет германская кровь, многозначительно изрек «У вас истинно германский тип, но не заурядный, а благородный». Узнали мы из его рассказов, что он читает курс немецкого языка в Коллежде Франц, что профессор Бентлоу или Бенлоу своего рода знаменитость, известный ученый-лингвист. В нас, благодаря нашей фамилии, он увидел своего рода соотечественников, любезных ему французов, и охотно щеголял своим французским языком, безупречным в смысле грамматической правильности, но очень смешным в смысле произношения. Насмешливый нрав моей жены избрал своей мишенью Герра профессора. Но старичок не обижался и не без элегантности парировал ее легкие уколы, охотно вступая с дамой в своего рода состязание в остроумии. Часто Бентлоу назначал нам свидание в лучшей кондитерской Висбадена, которую он прозвал «Встреча избранных». Бентлоу был большим лакомкой и поедал один сладкий пирог за другим, запивая их превосходным кофеем с целой шапкой белоснежных взбитых сливок. Вид профессора был припотешный. Он носил усы и эспаньолку по моде пятидесятых годов, но на его одутловатом очень бледном лице этот фронтоватый грим создавал нечто карикатурное. Он и одевался по моде эпохи Наполеона Третьего, если только можно вообще говорить о моде в приложении к его опрятной, но уж очень невзрачной фигурке. Мы и так полюбили добродушного и интересного профессора, что при расставании были не на шутку растроганы. Да и он чуть не прослезился, приговаривая, скоро мы снова увидимся в Париже. В расчете на то, что мы его в Париже посетим, он тщательно вдалбливал нам свой адрес. Париж, Пасси, улица Коперника, 42. Однако, когда через два года мы действительно оказались в Париже, то своего обещания его посетить не исполнили. А, впрочем, возможно, что его уже не было в живых, он был очень стар. В самые последние дни нашего висбаденского пребывания город был осчастливлен приездом императора Вильгельма Второго, нашего молодого императора. Удостоил явиться этот кумир своего народа на освещение нового здания оперы, только что законченного постройкой и отличавшегося претенциозным в глаза бьющим великолепием. Великолепным был и самый въезд Вильгельма через разукрашенные флагами и гирляндами триумфальные арки. Густая толпа, съехавшаяся со всей Рейнской области, вопила от восторга. Мужчины бросали шляпы в воздух, дамы визжали, махали платочками и зонтиками. Военные оркестры гремели вовсю. Сам же виновник торжества восседал в открытой коляске без намека на улыбку, с необычайно гордой осанкой, а белый султан на каске его грозно развивался. В новый театр мы сами не попали, но мы туда и не стремились. Нас, особенно меня, вполне удовлетворял милый старенький театр, стоявший в двух шагах от нашего ЦУМ-Энгель. В этом театрике шли в бесхитростной постановке, но в старательном исполнении всякие старомодные оперы, вроде «Царь и плотник», какого потешного Петра Первого выпустили немцы, ночной лагерь Гренады, почтальон из Лонжемо, «Белая дама» и тому подобное. Раза три мы отправлялись во Франкфурт-на-Майне, куда нас манили вагнеровские оперы и куда от Висбадена было всего час езды. Глава вторая. Наше свадебное путешествие продолжается в Ормс, Страсбург, Люцерн, перевал через Сен-Готард. Через день или два после посещения Висбадена Кайзером, мы тронулись в дальнейший путь, в исполнение программы, предначертанной доктором Кличко. Настоящее свадебное путешествие только с этого момента, первым после Висбадена городе, по моей же собственной вине, посланная папой денежное подкрепление запоздало, не слишком отравило наше существование. Не имея никакого опыта по этой части, мы вместо того, чтобы пойти объясниться с управляющим отеля и попросить его потерпеть день или два, решили растянуть те несколько марок, которые у нас оставались, питаясь колбасой, хлебом и фруктами. Какие там чудесные были сливы. На третий день мы уже почти голодали и, сидя у себя в номере, пришли в некоторые уныния. Но тут как раз нас известили из банка, что чек получен, мы вошли в его обладание, сразу наелись и напились в полное удовольствие, а вечером отправились в театр, куда нас все время тянуло, шла одна из опер Вагнера. Решили мы ехать короткими переездами, как рекомендовал Кличко, но, кроме того, я был рад показать Ате те художественные достопримечательности, которые в 1890 году отложили до другого раза. Таким образом, мы провели в Вормсе два дня. Другие три дня ушли на Страсбург, три дня на Базель, день или два на Люцерн, и еще два дня на перевал через Сен-Готард. В Вормс мы приехали в полную темноту и в дождь, а тут еще пришлось переплыть на пароме с правого берега Рейна на левый. При этом мы оба совершенно промокли. остановились мы в лучшей по Бедекеру гостинице, гостиница у римского короля. Оказалось же она старомоднейшей в два этажа с огромными, но пустыми комнатами и с портретами немецких государей и государиней XVIII века, развешанными по коридорам и по стенам парадной лестницы. На широченной кровати в отведенном для нас номере лежала целая гора подушек и пуховиков. В камине весело пылал огонь, а на камине под тусклым зеркалом, видавшим еще современников Марии Терезии, рядом с каким-то религиозным сувениром под стеклянным колпаком горел трехсвечный канделябр. Все это пришлось нам по вкусу, хоть и попахивало сыростью. Не менее понравился нам и усердно хлопотавший хозяин, и отвешившие поклоны слуги. Особенно же расчувствовались мы, осознав вполне, что мы в древней резиденции легендарных королей и героев. Когда, отдернув занавески и распахнув окна, мы увидели прямо перед собой точно надвигающийся на нас всей своей черной громадой собор с его четырьмя округлыми замкоподобными башнями. Было слишком поздно, чтобы сразу поспешить туда. Зато утром не успели мы проглотить чашки превосходного кофе, как уже под ручку бежали в собор, вокруг которого и в котором мы затем и провели значительную часть дня, подпадая воздействию его величественных архитектурных форм и слушая пение различных служб. Внутри Вормский собор не содержит сколько-нибудь художественных диковин, как Майнский, но самая его голизна способствует тому, что архитектура в целом настраивает на особо торжественный лад. Еще раз вернулись мы в собор уже перед самым закатом солнца, когда вся огромная храмина тонула в сизом полумраке, и лишь барочная, колоссальная, увенчанная императорской короной сень над алтарем сияла золотом своих колонн и своих валют и завитков. Как странно, это неуместное вторжение 18 века не портило общего настроения. Интересным оказался тот музей, что нашел себе убежище в Романской заштатной о двух круглых башнях церкви Святого Павла. Мне она была знакома по папиной акварели, сделанной в 1846 году. Но особенно нас пленила готическая церковь, которая находится на окраине города. К самым ее стенам и к своеобразному портику подходят поля с виноградниками, из которых выделывается знаменитое вино, носящее в сущности несколько кощунственное название молоко Божьей Матери. Рдеющее в вечерних лучах трепещущие под сильными порывами ветра лозы с уже налившимися гроздьями создавали такую прелестную картину, что я тут же усадив Атью отдыхать в церковь, сделал рисунок, по которому позже, уже в Петербурге, написал картину, казавшуюся мне довольно удачной. Она была приобретена, если я не ошибаюсь, Академией художеств. Местонахождение картины неизвестно и нет сведений о том, что она находилась ранее в Музее Академии художеств. К вормским диковинам принадлежит еще синагоги, точнее той еврейской школы, которая к ней примыкает и куда нас провел сторож, пожелавший нам показать трехсотлетние книги, у нас сохранилось не слишком приятное воспоминание. Едва мы успели опуститься на одной из скамей, обступавших широкий и длинный стол, занимавший почти все пространство этой низкой комнаты, как ворвалась ватага необычайно буйных мальчишек. Тут было недорассматривание фолиантов, грудами лежавших на столе, в которых мы все равно ничего бы не поняли, а надо было поспешно убраться. По первоначальному плану мы должны были еще посетить Шпеер. Однако кто-то нас предупредил, что знаменитый собор чересчур подновлен в XIX веке, и, миновав Шпеер, мы прямо отправились в Страсбург. То был первый первоклассный чисто готический собор, который сознательно восприняла Атя, и восторгу ее не было границ. Да и я был глубоко захвачен этой удивительной архитектурой, имеющей что-то общее с грандиозным фонтаном, струи которого, взлетев почти сплошной стеной, так и застыли в воздухе. Страсбургский Мюнстер далеко не самый цельный и гармоничный из всех рейнских соборов. Напротив, как снаружи, так и внутри, он представляет собой смесь всевозможных, часто противоречивых архитектурных и декоративных идей, начатые по одному плану, он затем строился по-иному. Главный фасад на запад получился в сущности каким-то однобоким, ибо одна из двух башен колоколин осталась недостроенной, а другая выросла в два приема в непомерную высоту. Однако, возможно, что именно эта особенность придает Страсбургскому собору своеобразную прелесть, и, я бы сказал, подчеркнутую романтичность, на что как раз в то время мы оба были особенно падки. Ту силу впечатления, которую мы получили, когда в глубине узкой улицы, уставленной старинными домами, выросла перед нами эта буро-розовая каменная громада, можно вполне охарактеризовать словом потрясение. мы обомлели и не верили глазам. Затея заслонить стены храма лесом тонких каменных столбов и столбиков, из-за которых виднеются окна и круглая роза, масса изваяний, ажурные лестницы, что ползут вверх по бокам здания, все это вместе взятое озадачивает, а удивительная слаженность этого пленяют, прежде чем начинаешь отдавать себе отчет в том, из чего этот мираж состоит. Подойдя же вплотную к фасаду, диву даешься, как все это сделано, что это за ювелирная, отделанная в мельчайших подробностях работа. Те же элементы, что растут высоко вверх, встречаешь в разных и все уменьшающихся сокращениях и внизу, там, где можешь коснуться их рукой. Именно эта особенность придает всей архитектуре Страсбургского собора характер какого-то естественного произрастания, какой-то кристаллической формации, подчиненной не произволу художественной фантазии, а закономерности стихийных явлений. Внутри Страсбургский собор представляет новую неожиданность, также основанную на разнородности ее составных частей. Правильный и легкий готический строй передней части упирается в глубине в более древнюю абсиду, совершенно иного порядка и смысла. Самый же алтарь, точно сцена, высоко поднят над полом наоса, и это придает всему нечто театральное. Наос, греческое слово, главное помещение античного храма, в данном случае средневекового базиликального собора. Тут даются представления, но театральность от которой способствуют и светящиеся яркими сияющими колерами витражи, изображающие ряд величественных фигур святых царей, не имеет в себе ничего суетного светского. Тут даются представления, но это представления священные и душеспасительные. Совершенной неожиданностью является правый притвор в виде высокого и просторного зала, своды которого поддерживаются одинокой центральной колонной XIII век, снизу доверху уставленные ангелами, трубящими в трубы последнего судилища. Рядом выросла до потолка громада знаменитых астрономических часов, которые заводятся на несколько столетий и механические затеи которых приманивают каждый день в полдень толпы любопытных. Петух святого Петра бьет крыльями и горланит, смерть опрокидывает свою клепсидру. Из одних воротиков в другие проходит шествие апостолов. Клепсидра прибор для отсчета времени. Он подобен песочным часам и состоит из сосуда с водой по каплям вытекающей из одной части сосуда в другую. Уровень воды и показывает время. Опрокинутая клепсидра служила аллегорией смерти, прерывающей течение жизни. Рядом с разными прекрасными скульптурами, украшающими все три входные двери переднего фасада, а также оба боковых портала, один еще совершенно романского характера, другие позднеготического, меня лично поразил фриз, состоящий из смехотворных, карикатурных, барельефных извояний, что тянется на большой высоте по боковой стене северной башни. Загадкой остаются вообще все эти шуточные гримасы средневековых художников. Загадка и то, почему они терпелись как блюстителями церковного благоприличия, так и простыми массами прихожан. Как объяснить, что в эпохе восторженного, всепоглощающего благочестия, когда воинствующая и торжествующая церковь вовсе не была склонна шутить шутки, именно она же допускала подобную свободу. Или в сознании своей силы она с чисто материнским снисхождением терпела эти шалости своих детей, понимая, что развлечения людям также необходимы, как хлеб, что без смеха скучно жить на свете, а скука ведет ко всякого рода грехам. Отсюда и те спектакли, что устраивались не только перед соборами, но и внутри их. Спектакли, которые в некоторых своих частях отдавали больше бесовским соблазнам, нежели ангельской благостыней. Отсюда и те определенные безобразия, которые Божий дом видел во время праздников шутов в своих стенах. Праздники шутов или праздники дураков справлялись шкалерами или низшими клириками на Новый год, в день Святого Стефана, в Богоявление, в Иванов день и так далее. Первоначально они праздновались в церквах, затем стали носить полулегальный характер, а к исходу Средневековья и вовсе нелегальный, продолжая существовать на улицах, в тавернах, затем влились в масленичные увеселения. Бахтин творчество Франсуа Рабле Москва 1965 год страница 83 Как раз этот смехотворный страсбургский фриз наводит мысль на подобный вопрос. Частью изображения эти иллюстрируют, но в явно карикатурном виде рассказы, то представляют сцены, разыгрываемые какими-то уродцами и чудовищами. Последний день нашего пребывания в Страсбурге ушел на осматривание других городских достопримечательностей, в том числе церкви святого Фомы, в которой находится необычайно затейливый и вычурный мавзолей, воздвигнутый в память одного из главных военных героев эпохи Людовика XV Морица Саксонского. В той же церкви в отдельной комнатушке хранятся в застекленных ящиках неистлевающие трупы каких-то персонажей 17-го столетия. Но и самый город, его живописные улицы, его старинные очень затейливые дома доставили нам много наслаждения. Заключили мы свое Страсбургское пребывание восхождением на правую башню собора. Но нельзя сказать, что этот подъем обошелся вполне благополучно для моей подруги. Одолев с трудом почти девять десятых пути до платформы, что соединяет обе башни, откуда открывается знаменитая панорама. Атя вдруг почувствовала себя дурно и отказалась идти дальше. Дело в том, что в Страсбургском Мюнстере от Мюнстер кафедральный собор подымаешься не так, как в других грандиозных средневековых соборах по заключенным среди солидных сплошных стен винтовым лестницам, а крутишься в ажурных открытых на все стороны клетках, откуда видишь у себя под ногами все ниже и ниже опускающиеся дома и все уменьшающиеся фигурки людей на улице. Вот у Ати в известный момент и закружилась голова. И тогда она просто села на ступени и решительно заявила, что не сдвинется с места ни вверх, ни вниз. После некоторого колебания я решил оставить свою спутницу одну, будучи уверен, что дурнота пройдет. Насладившись же видом с платформы, до которой я добрался, я уговорил ее сделать над собой усилие и последовать за мной вниз, закрывая глаза каждый раз, когда на поворотах ощущалось с особой остротой наше повисание в воздухе. В Базеле мы остановились на три дня, в очень большом, но тогда еще совершенно старомодном отеле у трех волхвов. Насколько он был старомоден, показывает то, что единственным освещением в нашей просторной комнате была стеариновая свеча, да и за нее приходилось платить отдельно. Все три дня лил дождь, заставивший нас почти все время сидеть дома, глядя на эту плачевную картину, что стлалось перед нашими окнами. Мутно-зеленые потоки рейна, а над ними точно жмущиеся от холода друг к другу неказистые дома, среди которых торчала какая-то островерхая церковь. Но мне это вынужденное сидение пригодилось. Я сделал подробную зарисовку с этого вида, а увеличенная с нее пастель года через полтора была продана на выставке через посредство Академии художеств в Петербурге и попала в какой-то провинциальный музей. Когда получался перерыв в ненастие, мы тотчас же спешили это использовать и бежали через мост на противоположную сторону. Нас уж очень тянуло познакомиться с разными знаменитыми достопримечательностями. Часа два были посвящены Базельскому Мюнстеру, на фасаде которого так эффектна группа скачущего во весь опор Святого Георгия в виде закованного в броню рыцаря, колющего длиннейшим копьем очень сердитого дракона. Несколько часов в два приема мы посвятили и осмотру музея, в котором нас особенно притягивало наше тогдашнее божество Арнольд Беклин. Однако к нашему собственному удивлению мы получили более глубокие впечатления не от его картин Священная Роща все же прекрасный полный настроения пейзаж, а от картин и рисунков Гольбейна, Урса Графа, Никлауса, Мануэля Дейча. Особенно нас поразили жуткие загадочные произведения последнего. Насладились мы вдоволь и в художественно-декоративном музее, размещенном в одной заштатной церкви XV века. Там особенно нас пленил ряд старинных комнат XV и XVI века, целиком перенесенных сюда из разных частных домов и замков. Я все еще тогда мечтал когда-нибудь устроить у себя такую реконструкцию поэтичной старины. И эту мечту вполне разделяла моя жена. Мечтам этим не суждено было осуществиться, отчасти от того, что для этого потребовались бы средства. Но и кроме того, наши вкусы впоследствии изменились. Точнее, мы научились лучше ценить свою родную и столь дивную старину. А к тому же она была куда более доступной. Когда лет через пять или шесть мы взялись за устройство нашего собственного гнезда, то мы постарались, чтобы наши комнаты вызывали иллюзию, будто это нечто такое, что досталось нам от наших дедушек и бабушек. И это наша обстановка старо-петербургского привкуса нашла себе затем весьма многих подражателей. Почти все мои товарищи художники обзавелись по нашему примеру мебелью начала XIX века красного дерева и карельской березы. На стенах появились соответствующие картины хороших русских мастеров в перемешку с миниатюрными портретами, силуэтами и со всякими курьезами. А по комодам и этажеркам стали встречаться вазочки, потешные фигурки гарднеровского фарфора или кустарные игрушки. В последний вечер в Базеле мы попали на ярмарку. То, что мы увидели, не представляло большой новизны для нас когда-то бывших страстных поклонников наших балаганов. Те же элементы народных развлечений ловчонки и лотки со всяким лакомством, театрики, зверинцы, панорама, лотереи и стрельбище были и здесь. Причем все было несколько более культурного вида, а кое-что, например, карусели и более роскошного. Совсем нас обворожил очень искусно сделанный автоматик, изображавший ораторствующего адвоката. Немая жестикуляция его как бы убеждала прохожих зайти и поглядеть на то, что показывалось в том театрике, на балконе которого он неутомимо метался, вздымая руки, открывая огромный рот, ворочая глазами и ударяя себя в грудь. Несмотря на моросивший дождь, мы долго стояли перед этим оратором и не могли оторваться от его ворожбы. Подобно нашему другу Гоффману, мы всегда очень увлекались таким человеческим подобием. Балет Копелия был одним из нами особенно любимых. А сам я впоследствии сочинил тоже балет с автоматами петрушку, у которого вместо мозга и сердца, костей и крови хитро прилаженная деревянная кукла, пакля, пружины и колесики. В Люцерн мы приехали опять-таки под дождем. Весь знаменитый вид на озеро четырех кантонов был заслан непроницаемой серой занавеской. А к тому же стоял пронизывающий холод. Озеро четырех кантонов озеро близ Люцерна Фервальдштадтская от немецкого слова значащего четыре лесных кантона. Такие климатические условия не могли иметь иного действия на мои зубы как самые скверные и действительно что-то сразу начало сверлить и ныть. За всю ночь я от боли не сомкнул глаз. А когда чуть забрежил свет, я, стараясь не разбудить свою жену, вышмагнул из комнаты и, подняв привратника, вышел на улицу в надежде найти где-нибудь дантиста. Увы, весь город еще спал и казался вымершим. Где, у кого тут искать помощь? С отчаянием в сердце я присел на скамейку у пароходной пристани и стал дожидаться общего пробуждения. И вот именно тогда я в первый раз сподобился увидеть эффект знаменитого пылания Альп. Мне до тех пор знакомый только по описаниям в книгах и по одной из декораций Вильгельма Телли. Картина это была такой красоты, что я, поглощенный ею, забыл на несколько минут свою пытку. Дождь и тучи куда-то удалились и напротив теперь с удивительной отчетливостью открылись и самые далекие цепи гор и макушки их. Эти далекие, покрытые снегом вершины и загорелись первыми, а потом сияющая алая краска стала медленно скользить по склонам, как бы сгоняя сизую ночную мглу. И все это отражалось в ясной зеркальности совершенно спокойного озера, еще не тронутого утренней зыбью. А затем спектакль кончился, солнце взошло, сразу откуда-то взялись пары и тучи, и сказочный вид превратился в тусклую обыденность. Одновременно с новой силой возобновились мои страдания, но тут я заметил уже явившегося на свой сторожевой пост полицейского, и к нему я чуть не плача бросился с мольбой указать, где бы я мог найти зубного врача. О, счастье! Таковой оказался рядом, на углу в доме с круглой башней на боку, и я, несмотря на то, что еще не было восьми часов, кинулся к нему. здесь меня ожидала новая приятная неожиданность. Комната оказалась настоящим музейным сокровищем. Вся она представляла собой пример самого подлинного, самого уютного немецкого рококо восемнадцатого века. В углу стояла кафельная белая с золотом вычурная печь. Вьющиеся золоченые узоры бежали и скакали по потолку и по стенам, а диваны кресла очень изощренных форм точно приседали на своих выгнутых ножках. И самый зубоврачебный кабинет представлял собой другую диковину. Он был вплоть до потолка весь отделан деревянной обшивкой начала семнадцатого века, состоявшей из пилястр, колонн, картушей, карнизов, консолей. Странно было видеть в таком окружении специальное зуболечебное кресло, металлическую плевательницу и замысловатый аппарат для сверления зубов. Сам дантист оказался в своем роде ценнейшим мастером своего дела. Посмотрев мне в рот, он только спросил, кто вам устроил эту почкотню? А затем, без длинных разговоров, он ловко удалил пломбу висбаденского коллеги. Понимая, однако, что в пути мне не удастся произвести толковое лечение, он удовольствовался тем, что положил мне временное снадобие со строгим наказом до самого моего выдворения к себе не предпринимать никаких операций. И за все это благодеяние милый люцернский дантист взял всего только пять франков, тогда как я готов был бы ему заплатить и сотню, и две. Ликующий, здоровый, легкий на ногу, готовый на всякие авантюры, вышел я от него. И теперь снова зарядивший дождичек меня уже не пугал. В том же блаженном настроении, которое я сообщил Иате, мы обозрели люцерн, показавшийся нам и под серым небом, и с зонтиками в руках, удивительно приятным и поэтичным. Особенно мы оценили оба крытых деревянных моста, под крышей которых среди стропил ютятся картины, писанные без большого мастерства масляными красками, но представляющие значительный исторический интерес. Особенно любопытна серия картин «Танцы смерти», размещенная под стропилами моста, именуемого Мюленбрюкке. Картины, более близкого к центру Капелленбрюкке, относятся к истории Люцерна. Особую физиономию придает Люцерну та неуклюжая, остроконечная башня, что служит опорой Капелленбрюкке. Я ее и срисовал в разных поворотах, так же, как и деревянную часовню, на которую мы с Атей набрели, выйдя из пределов города. Сложнейшая и очень красивая система балок, поддерживающих расползшуюся крышу этой часовни, показалась мне да нельзя типично швейцарской. На следующее утро мы погрузились на пароход, дабы совершить не менее классическое, чем прогулка по Рейну, плавание по озеру четырех кантонов. Любой с постоянно меняющимися контурами и массами крутых лесистых гор и приставая то к одному, то к другому берегу, мы дошли до того места, где озеро делает крутой поворот на юг и здесь высадились в Бруннене с тем, чтобы уже на поезде достичь перевала Сент-Готарда. Железнодорожный путь Сент-Готарда, открытый в 1882 году, продолжал еще быть сенсационным, непревзойденным чудом инженерной отваги. Об этом пути, об его винтовых тоннелях, об его вьющемся по самому краю страшных обрывов полотне, я уже слыхал от многих наших знакомых и особенно любил обо всем этом распространяться на уроках географии Карл Иванович Май, приносивший даже в класс для иллюстрации своего рассказа специальные путеводители и карты. И вот то, что шамкая и сморкаясь вещал наш чудный старичок, скользило теперь перед нашими глазами. Все было точно так, но и бесконечно еще более удивительно, прекрасно и грандиозно. Поезд несся, как угорелый, сначала вдоль синеющего озера Вильгельма Телле, а затем все выше и выше, нисколько не замедляя хода, даже при самых крутых поворотах. Всего замечательнее было увидеть дать в три приема ту же церковку деревушки Вассан, появляющуюся сначала высоко над головами, затем вровень с нами и, наконец, еще раз оказавшуюся под ногами. И, наконец, поезд уперся в самую громаду Сен-Готарда, и рельсы привели нас к черной дыре его знаменитого туннеля. Однако мы отказались в такой ясный радужный осенний день зарыться, как черви в эту ночь, а решили по совету полученному еще в Висбадене высадиться на последней станции перед туннелем, там переночевать и наутро совершить перевал тем же путем, каким его совершали наши деды. Им же шли суворовские войска. Теперь Гошенен превратился в значительный туристский центр вместо зимнего спорта и рискованных восхождений. Теперь и вокзал его вырос в соответствующую величину. При нем образцовый буфет, а в поселке несколько комфортабельных гостиниц. Но иначе было в 1894 году. Станция была самая захолустная, а в смысле отелей имелся всего один очень неказистый деревянный домик. Оказались мы в нем единственными постояльцами, и это было очень неуютно, тем более, что бородач хозяин имел совсем неприветливый вид, а единственная прислужница безобразная и грязная с виду, ничего не понимала из того, что мы ей говорили на правильном немецком языке. Но что за вид открылся перед моими глазами, когда в отведенной нам комнате я открыл ставни? Прямо насупротив росла к небу и упиралась в его темную синеву гора. Внизу она уже была покрыта темной тенью, но выше все еще сияла на солнце разнообразными бурами, зелеными, черновато-синими, золотисто-коричневыми и розовыми оттенками. Это было до того восхитительно, до того грандиозно и сурово, до того вовсе не похоже на традиционные и всегда слащавые изображения швейцарских пейзажей, что я тотчас же вытащил альбом, ящик с красками и стал набрасывать то, что было перед глазами. Картина эта была к тому же до того ясна, до того сияла каждая краска, так отчетливо один колер относился к другому, что казалось, перенести все это на бумагу не представит ни малейшей трудности. Природа сама все показала. Но до чего я ошибался? Как сказалось именно в данном случае моя неопытность. Вместо того, чтобы искать общее, я сразу занялся совершенно второстепенными деталями, а тут-то и тень стала подыматься по горе, и в зависимости от нее краски стали меркнуть целыми зонами. В совершенном отчаянии я оставил едва начатую работу. И все же этот этюд я затем хранил среди наиболее для меня важных. Он как-никак означал известный этап в моем изучении натуры. Проученный и обиженный, я с этого раза, не теряя необходимую для художника отвагу, все же был осмотрительнее и стал добиваться того, чтобы моя работа была более планомерной. Ночь, проведенная в этой харчевне после очень скудного ужина, осталась в нашей памяти как одна из самых жестоких. Вот когда мы на себе испытали пытку замерзания. Печурка в общей, но совершенно пустой столовой, которую затопила служанка, только шипела, пыхтела и крякала, но жару не давала. Катастрофический же характер приобрело наше положение, когда мы поднялись к себе в номер и улеглись в сырые, жесткие простыни. Несмотря на хозяйские одеяла и перины, несмотря на наши пледы и фуфайки, несмотря на то, что мы тесно прижались друг к другу, мы дрожали от стужи, и зуб на зуб не попадал. Не мудрено, что с этой ночи слово «Гешенен» приобрело для нас особый смысл, означающий «нестерпимый холод». Надо только удивляться, как мы тогда не захворали, как выжили. Зато, каким чудесным выдался весь последовавший день, с самого того момента, когда мы уселись в заказанную накануне коляску и покатили по прекрасному гладкому шоссе. Сначала все было покрыто инеем, а долина глубоко под нами еще тонула в ночной синеве, но снежные вершины уже были позолочены солнцем, и свет его с удивительной быстротой точно в театре стал спускаться ниже, ниже, и с каждой минутой становилось теплее. Нами овладело какое-то веселое ликование. Явилось то возбуждение, что всегда охватывает после того, что миновала какая-то опасность, и пускаешься в авантюру, будучи заранее уверенным, что она кончится благополучно. Коляска была старомодная, но удобная, рессоры отличные, хорошо накормленные лошади бежали ровной рысью, кучер с внушительными усищами являл самый надежный вид. Когда-то это был очень опасный путь, и немало погибло на нем народу. Каким сплошным ужасом должна была быть та баталия у чертова моста, в которой русские войска пробивали себе дорогу, загражденную французами. Легендарные бои и переход суворовских войск из северной Италии через Альпы в Швейцарию, швейцарский поход в сентябре 1799 года. После поражения одной из лучших французских дивизий русские войска захватили чертов мост, перекинутый над узким ущельем и рекой Рейс на высоте 23 метра и, преследуя противника, вышли к Люцернскому озеру. Вот уже и он, этот Анафемский мост. Но он теперь не такой, каким он был тогда, но новый, крепкий, широкий. А над ним значится исполинская надпись, высеченная в скале и знаменующая на вечные времена о подвиге российского воинства и его легендарного вождя. Ну, что сказать про всю эту поездку? Отчетливо запомнился лишь этот переезд через чертов мост и то, как, взобравшись до селения Андермат, тогда еще носившего совершенно деревенский и типично швейцарский характер, мы там пьем кофе, любуюсь тем, что солнце весело искрится в круглых стеклышках окон. На самом перевале, уже покрытым снегом, среди которого так странно темнело незамерзшее озеро, к нам из горного приюта сошли стражники в сопровождении больших мохнатых собак. А там начался спуск, некоторое время идущий спиралью, бесчисленными зигзагами все ниже и ниже, и таким образом, что сверху видишь ту дорогу, по которой поедешь через минуту или две. И, наконец, мы в Италии. Положим еще не в настоящей Италии, ибо это все еще Швейцария, но живут здесь люди, родной язык которых итальянский, и дома у них совсем иные, нежели те, в которых мы только что побывали, и совсем другие церкви. Чтоб особенно осознать, восчувствовать, что мы в Италии, мы заказали себе в почтовом Альберго макароны с пармезаном, которые мы с особенным умилением запивали темно-красным вином, наливая его из заделанной в солому круглой бутылки. Альберго, почтовая гостиница. Тут подоспел наш поезд. Ничто еще не походило на обетованную землю, нигде не проглядывала итальянская нега. Все, что мчалось мимо окон вагона, имело тот же дико суровый альпийский вид. Те же горные потоки, те же ели по диким склонам уходящих в небо гор, те же скатившиеся с них каменные глыбы. Лишь начиная с Белинсоны, напоминавшей своими замками романтические гравюры, стало ощущаться, что мы в другой стране, что, хоть это и швейцарский кантон, все же это несомненная Италия. Поезд уже несется по берегам Луганского озера и пересекает его по длинному мосту. До чего это напоминает пленившие нас акварели Альбера или ту картину Яндагурова, которую Бакст заставил когда-то купить Сережу Дягилева и которая так всем нам нравилась. А вот и граница Киасса. Уже вечер. На фоне розоватого неба силуэтом выделяется тонкая длинная колокольня и оттуда льется своеобразный непохожий ни на русский ни на немецкий благовест. Такие же вероятно переливы слушали герои одного из наших любимых исторических романов обрученные Монсони. Этот первый вечер в Италии запал нам глубоко в души. Тогда же захотелось в этих самых местах пожить. Но мечта эта осуществилась лишь в 1908 году в наше первое луганское лето. Глава третья Свадебное путешествие 1894 год Милан Пельи Генуя Пиза Настоящая Италия в эти первые дни нашего знакомства с ней показалось нам далеко не такой очаровательной, чем те мимолетные впечатления, которые мы получили, проносясь по швейцарской Италии. С самой границы стал моросить дождь, а в Милан мы въехали под ливнем, при этом откуда-то взялся уже вовсе не итальянский холод, да и тогдашний Миланский вокзал показался нам после новешеньких грандиозных немецких грязным, мрачным, захолустным. Наконец, гостиница, куда нас провел пешком, завладевший нашими чемоданами довольно трепанный портье, была уже совершенно подозрительной, хотя и носила какое-то громкое название. Ложась спать, мы даже забаррикадировались, заставив двери тяжелым комодом, слишком живы были в памяти слышанные в детстве рассказы об итальянских бандитах. Гадкое впечатление, полученное сразу от Милана, особенно усугубилось вследствие того чувства, которое я испытал, когда, наспех перекусив, один, гонимый любопытством, помчался на пьяццо дель дуомо, чтобы сразу увидеть прославленный собор. От дуомо соборная площадь. Дождь перестал, но собор тонул в густых сумерках, и трудно было что-то разглядеть. И тут вдруг я стал различать среди всяких других неистовых выкриков один, повторявшийся и показавшийся мне зловещим. Крик «Смерть царя! Смерть царя!». Купив газету, я удостоверился, что действительно нашего Александра Третьего не стало. И это известие огорчило меня, точно я потерял близкого человека. В своих сокровенных мечтах мне думалось, что я когда-нибудь послужу этому государю, которому за последние годы я стал чувствовать род благоговения. Около того же времени скончался чтенный Владимир Дмитриевич философов, и весть об этом меня тоже сердечно огорчила. Из всей семьи моего друга я был особенно расположен именно к этому высокому сутуловатому старику с монгольским лицом, казавшемуся мне образцом настоящего русского барина. В нашем первом итальянском городе мы провели три дня, но третий ушел почти целиком на экскурсию в Чертозу Павийскую. Имеется в виду Картезианский монастырь Чертоза в Павии близ Милана. В Милане я с тех пор бывал несчетное число раз. Даже подолгу жевал в нем и успел изучить его досконально. Я научился любить этот богатый насыщенный историческим прошлым город. Но тогда мое впечатление от него было скорее безотрадным. Многого тут значило, что нам попалась такая грязноватая неаппетитная гостиница, к тому же далекая от центра. Да и погода стояла угрюмая, холодная, сырая. А восхваляемом всеми солнце Италии, а лазурь ее неба не было и помину. Наконец как-то уж очень нас разочаровал знаменитый Миланский собор. После величественных, строгих и столь возвышенных соборов Германии, находясь еще под поразившим нас впечатлением Страсбургского Мюнстера, Миланский и Шурном. В своем письме папе я даже позволил себе сравнить этот знаменитый памятник с кондитерским пирогом. Самый материал, этот белоснежный мрамор, наводил на сравнение с сахарным изделием. И неужели то, что теперь было у нас перед глазами, тоже готика? Впрочем, нас тогда же утешила и даже восхитила внутренность дому. Невольный трепет наполняет всякого, кто проникнет в этот лес из палинских стволов, имеющих вместо капителей какие-то нигде больше не встречающиеся короны капеллы, в нишах которых расставлены целые полчища святых. Тонущие в полумраке перспективы, резкая яркость витражей, грандиозный роскошь хор, внушительные кариатиды, поддерживающие оба мвона, комбинация мрамора и бронзы, наконец, самая темнота, в которой точно в каком-то подводном царстве тонет это единственное в своем роде великолепие, все это не может не трогать, не волновать и не потрясать. А затем в Миланском соборе мы впервые встретились с музейностью Италии. На каждом шагу здесь открывались предметы, достойные самого бережного хранения и самого восторженного внимания. Но только на первых порах, пока не привыкнешь, самое обилие этих сокровищ вредило впечатлению от них. Требуется своего рода тренировка, чтобы по-должному все эти художественные примечательности оценить. Нужно как-то поверить в них, поверить в свое счастье, что вот видишь эти красоты в таком соединении и в таком количестве. Почти все главное, что согласно Бедекеру и Бургхарту надлежит обозреть в Милане, мы в следующие два дня обозрели церкви, музеи, дворцы и многое среди этого оценили чрезвычайно. В особенности нас пленила древняя церковь Сант-Амброджо. В этом из красных кирпичей и серых камней построенном широкосводчатом храме живет та же полюбившаяся нам атмосфера романских соборов, которой мы дышали в Вормсе и Майнце. Атриум, дворик, который предшествует самой церкви, амвон, покоящийся на античном уже христианского периода саркофаге и грандиозная сень на четырех парфировых столбах, под которые помещен алтарь, наконец мозаичные конха-апсиды, сохранились от весьма древних и довольно еще суровых времен и внушают особое благоговение. В галерее Бреры нас особенно пленили венецианцы, собранные здесь с удивительной полнотой. Здесь и первоклассные картины мастеров 15 века Беллини, Карпаччо, Кривелли, Чимы. Здесь и шедевры мастеров 16 века Савольдо, Тинторетто, Пауло Веронези. В собрании Амбрузианы мы насладились красотой портретов и рисунков самого Леонардо де Винчи и близких к нему ломбардцев, а также чудесными натюрмортами Караваджо и той серией маленьких тончайших пейзажей фантастического характера, которые сохраняются здесь с самых дней кардинала Федерико Борромео, заказавшего их Яну Брегелю Бархатному. Напротив, то состояние, в котором мы нашли знаменитейшее из произведений Винчи Тайную вечерю, написанную на стене трапезной монастыря Санта-Мария де Леграция, настолько огорчило. Ведь видишь, не самое создание гениального мастера, а какую-то тень его. Не по душе нам пришлась и повейская чертоза. И, пожалуй, в данном случае, как и в неприятии фасады дуома, мы были несколько и правы. Неприятнее всего нас поразил слишком нарядный светский характер святой обители, в которую щедрые дарители нанесли такое количество прекрас и украшений, что о самом назначении монастырской церкви забываешь. Мы даже не были очень огорчены, когда водивший нас в составе группы туристов сторож строго приказал оставить на голове шляпы. Мол, тут ничего больше освященного не хранится. В 1938 году мы снова после долгого перерыва посетили чертозу, и на сей раз в ней оказались монахи, так как и монастырь и церковь были возвращены богослужению. Но монахов было так мало, что их фигуры в белых рясах производили впечатление чего-то неподлинного. Точно их сюда поселили только для оживления декорации. Дивишься, поражаешься в повийской чертозе, но глаза буквально разбегаются, и нет возможности сосредоточить на чем-либо внимании, уловить основную мысль создателя этого сложного целого. Это особенно касается фасада. Все слишком богато, роскошно, слишком много драгоценных материалов. Лишь уголки малых двориков с открывающимся из-под аркад видом на боковые фасады церкви, лишь прекрасные напрестольные картины и иллюзионистические фрески Бергуньоне, а также исключительно изящный умывальник для монахов остаются из всего виденного в памяти. На третий день утром мы покинули Милан. Но наш тогдашний въезд в Геную, в этот прекрасный царственный город, был довольно плачевен, так как по дороге со мной сделался ужаснейший гастрический припадок. Покинув поезд, я еле добрался до коляски, а в гостинице Атя сразу меня уложила, а сама отправилась в аптеку за каким-либо успокаивающим средством. Такое антиистерико нашлось. Я его принял, уснул, а когда через час проснулся, то почувствовал себя настолько здоровым, что тотчас отправился прогуляться. Уж очень захотелось увидеть море, Средиземное море, то самое, по которому плавали и Одиссей, и Эней, и крестоносцы, и левантийские пираты, и, пожалуй, кое-какие мои дедушки, пеницейские гости. Атя уже была знакома с этим морем и даже чуть не погибла в нем, увлекшись в Марселе купанием. Я же видел его в первый раз. Однако увидел я его не райски лазуревым, как его всегда описывают, а в эти октябрьские сумерки оно показалось неприветливым, хмурым, зеленовато-серого оттенка под пеленой низко нависших туч. Зато воздух был тот, которого мы жаждали, то есть насыщенный влагой, особыми морскими запахами. И чудесен был весь этот простор, которому особую ноту придавал высоко вытянувшийся старинный маяк, совсем такой фантастический, каким его видишь на гравюрах и на картинах. Следующий день мы посвятили осмотру города, но это был беглый поверхностный осмотр. Пленила нас Генуя в общем, вся в целом, своим гордым великолепием. Такого собрания прекрасных дворцов, какие здесь стоят сплошным рядом на главной улице, нигде не найти. И именно благодаря тому, что улица это такая узкая и тесная, все эти дома и кажутся еще более грандиозными и царственными. Это обиталище королей и государей, а не разбогатевших купцов. А зато никак нельзя было усомниться, что у этих государей был отменный вкус, что к их услугам были лучшие зодчие и декораторы своего времени. Искать долго пристанище для предписанной Нахкур не пришлось. Еще во Франкфурте нам посоветовали местечко Пельги в нескольких километрах на запад от Генуя. И здесь не обошлось без некоторых разочарований. Самое местечко оказалось бесцветным. От некогда процветавшего здесь когда-то рыбацкого селения осталось всего несколько лишенных всякой живописности домишек. Среди них и втерлось совершенно банальное здание нашего отеля. Впрочем, наша комната просторная и светлая, с видом на море, пришлась нам по вкусу, да и ко всему отелю мы за две недели нашего пребывания так привыкли, что не без огорчения его затем покинули. Кажется, наша гостиница именовалась в рекламах Паласом, и по своему объему она это наименование заслуживала, но все же дворцовость ее была очень относительная. Весь строй был здесь буржуазный, слуг было не так много, и они были простые любезны без навязчивости. Наконец, табльдот происходил за двумя общими длиннейшими столами. Сидело за ними человек шестьдесят, и все вперемешку, молодежь, старики, дети, кормили хорошо и обильно. В качестве же вечернего развлечения, кроме картежной игры, для нас чуждой область, можно было слушать механический орган необычайной величины, чудесное дудение, шипение и звякание которого довольно удачно имитировало оркестр. К этому музыкальному чудищу мы после обеда вместе с другими невзыскательными маломанами подсаживались, а немец Оберкельнер заводил машину и ставил ее на разные номера. Репертуар состоял из двух десятков пьес, и все это было самое избитое, но все же милое, старое. Увертюры или попури из Фра-Дьявола, Цампы, Белой Дамы, Марты, Сороки-Воровки, Вильгельма Телля и так далее. К концу первой недели у нас уже образовалось, как в Висбадене, нечто вроде своей компании. То были главным образом соседи по обеденному столу. Запомнились какие-то Орловы из Киева, поэт из Берлина, какой-то очень предприимчивый молодой немец, которого Атя прозвала Кривоносом и который обладал действительно совсем в сторону сдвинутым носом, что не мешало ему считать себя, быть может, и не без основания, неотразимым Дон Жуаном. Напротив, мой сосед по Табль-Доту, господин Пауль Брис из Берлина, был человеком довольно элегантным. Нос у него был римский, рост высокий, лицо гладко выбритые, манеры порывистые, как подобает поэту. Он казался вечно чем-то возбужденным, вдохновенным, парящим. Блис был действительно другом Мус и, кажется, был довольно известен на родине. Нам он благоволил и поминутно угощал нас фрагментами своих стихов, из которых я не все понимал, но которые мне казались звучными и эффектными. Самое его прибытие в Пелье носило поэтический характер. Он приехал хоронить своего сердечного друга, только что скончавшегося от скоротечной чахотки, и всего за два дня до этого бывшего моим соседом за столом. От Блиса мы узнали, что таких угасающих юношей на Ривьере великое множество, что многие из этих обреченных обедают до последнего дня тут же, и что редко кто из них отдает себе отчет в безнадежности своего недуга. И не успеет такой обреченный скончаться, как труп его тайно выпроваживается из гостиницы и отправляется в отдельно стоящую, замаскированную деревьями покойницкую, в которой Блис и нашел своего приятеля. Последние дни нашего пребывания в Пелье стояла совершенно летняя теплынь, позволявшая даже ночью оставлять окна открытыми. Мы сделали несколько чудесных прогулок по горным дорогам, любуясь изумительными видами. Я брал с собой мольберт и пробовал делать этюды с натуры, из которых один вид на высоко на вершину горы взобравшийся монастырек мне как будто удался. Во время того, что я работал, я услыхал откуда-то издали пение. То была вереница паломников с крестами и хоругвями, которые шествовала по дороге, огибающей противоположный холм. Эта людская лента то исчезала за деревьями, то снова показывалась, а пение слышалось то громче, то глуше. Чудесные летние дни сменились ужасающей бурей, грозой и проливным дождем. Ненастье было такой силы, что был поврежден железнодорожный путь, затоплен ближайший туннель, прервано движение поездов, снесены разбушевавшимися горными ручьями мост и несколько домов. Отель сразу опустел, да и мы стали собираться в дальнейший путь. Теперь, проделав нечто вроде Нахкур, предписанный доктором Клячко, мы только начали наше чистое и свободное странствование по Италии. По установленной программе надлежало проехать через Пизу во Флоренцию и оттуда через Болонью и Падую в Венецию. Южнее Флоренции мы решили не спускаться, ибо сознавали, что накопится слишком много впечатлений, но от Флоренции и Венеции мы не могли отказаться. К сожалению, я и в Пизу приехал с больным желудком и пришлось тотчас же звать доктора. Но тут совсем неожиданно нам была представлена сценка совершенно в гальдониевском вкусе. Попросив слугу в старомодном, но превосходном отеле Нептун, в котором нам отвели просторную комнату с монументальной кроватью за алыми занавесками, достать врача? Мы получили в ответ «Да, сударь, господин доктор тотчас придет, он и есть хозяин дома». Сказав это, слуга, сломя голову, полетел за своим хозяином и уже через две минуты тот же слуга, держа высоко над головой пятисвечный канделябр, растворил обе половины двери и возгласил «Вот господин доктор». Вдали по коридору послышались торопливые шаги и к нам в комнату не вошел, а вкатился пожилой господин с приогромным носом и выдающимся подбородком. Он как-то сразу, точно играя заученную роль, стал на потешном французском языке расспрашивать меня о моем недуге и тут же, не присев, прописал лекарства, после чего, получив им же самим назначенный пять лир, он так же быстро удалился, опять-таки, в предшествии слуги с тяжелейшим канделябром. И что же, несмотря на всю эту театральщину, сильно отдававшую шарлатанством, доктор заявил себя с наилучшей стороны. Его пилюли почти мгновенно успокоили мою взволнованную утробу, а что касается режима, то он разрешил мне есть все, что захочется, только под условием, чтобы все было приготовлено на сливочном масле, а не на растительном. Одной из главных достопримечательностей Пизы является его кладбище. Иначе говоря, готическая постройка, состоящая из прямоугольного садика, замкнутого с четырех сторон высокими галереями. Противоположные окнам стены покрыты сплошь знаменитыми грандиозными фресками. Но, в сущности, вся Пиза производит впечатление кладбища. Когда-то этот город дерзал соперничать с Флоренцией, но, побежденный и посрамленный, он с тех пор влачит жизнь провинциального захолустья. Да и то, что три других его диковины расположены как-то в стороне, рядом с Кампо-Санто, на очень пространной площади, лишенной деревьев и поросшей травой, придает Пизе характер чего-то заштатного, отжившего и мертвого, а главное из этих диковин, пресловутая падающая башня, своим поникшим видом невольно вызывает печальные мысли. Меланхолическое, но не лишенное большой прелести настроение владело нами все три дня, что мы посвятили Пизе. Мы несколько раз на дню возвращались на то поле, на котором высятся все главные памятники Пизы, мы грелись на солнце то у кургузова круглого баптистерия, разглядывая старинные многоэтажные колоннады на фасаде дома, то у подножия знаменитой падающей башни. Решились мы и влезть на последнюю, что вызвало ощущение, похожее на то, что испытываешь на корабле, когда он начинает сильно и тревожно крениться. Но прелестен вид, открывающийся сверху на рыжие и золотистые крыши домов, на пустую зеленую площадь с ее архитектурными диковинами и на белеющие вдали мраморные горы. Почему же, несмотря на всю меланхоличность Пизы, и мы исполнились к ней тех нежных чувств, о которых нам говорили наши знакомые, почему тянет снова в Пизу и даже хочется именно в Пизе пожить, вроде того, как хочется пожить в Брюгге, в Венеции, потому ли, что ее пустынные улицы и ее набережные населены манящими призраками, или потому, что в ней вообще столько загадочного, да и самые ее знаменитые памятники, их принительная странность, помимо сознания, задает нашему вкусу какие-то неразрешимые вопросы. И не одни только грандиозные фрески Треченто и Кватроченто в Кампо Санто оказывают сильнейшие притягательные действия, но и тысячи всюду встречающихся красот в орнаментах, в архитектурных деталях, в скульптурах. Так нельзя себе составить правильное представление о скульптуре раннего возрождения, не изучив произведения обоих Пизано, отца Никколо и сына Джованни. Амвон Никколо в Баптистерии служит самым ярким примером сознательного возвращения к формам строгой античности. Напротив, в скульптурах его сын Джованни проявляется задолго до чьего-либо аналогичного в живописи мятежный дух позднейших времен, бурное и страстное пробуждение после продлившейся многостолетий литургии. Особенно потрясли меня тогда скульптуры Амвона, некогда сооруженного в дом, но впоследствии разобранного и хранившегося в таком разобранном состоянии в музее, что, кстати сказать, позволяло лучше разглядеть каждый из этих горельефов и каждую статую в отдельности и во всех подробностях. Ныне, если я не ошибаюсь, шедевру Джованни Пизано возвращается его назначение и его Амвон снова поставлен в соборе. Глава четвертая Свадебное путешествие Флоренция Падуя Венеция Вена Варшава Наконец-то мы в Венеции. По фотографиям, гравюрам, по описаниям в книгах и по рассказам я успел изучить чудесный город задолго до того, что в нем побывал. Но сколько еще тут на месте оказалось неожиданного и прекраснейшего. Самое это сочетание чего-то очень строгого, почти мрачного, с чем-то необычайно ласковым уже одно это сразу пленило. Стояли осенние довольно темные дни. В своем номере гостиницы мы мерзли. Но все же, несмотря на это и на то, что у нас во Флоренции не было ни одной души знакомой, мы уже через день стали себя чувствовать как дома. Стоило выйти на улицу, на которую глядели окна нашего Альберго, как особая атмосфера какой-то домашности нас окутывала и не покидала нигде. Ни в музеях, ни в церквах, ни в ресторане. Правда, эта домашность была на улице несколько шумливого сорта, особенно к вечеру на площади Синьори, где стоял неугомонный крик продавцов газеты спичек. «Сто спичек сольда!» выкрикивали мальчишки и старички на все голоса. Однако, эта толкучка нас уже здесь не коробила. Очевидно, мы за три недели успели привыкнуть к таким формам южной экспансивности. Впрочем, здесь, во Флоренции, самая экспансивность носит более смягченный, более тактичный характер. Описывать все, что мы видели и чем наслаждались во Флоренции этой святыни искусства, не имеет смысла. Прекрасного, первоклассного в этом городе, в котором творческий гений Италии в течение трех веков, с 14 по 16, горел самым ярким пламенем слишком много. Упомяну же я только то, что нас поразило своей неожиданностью и что особенно в то же время тронуло. И вот как странно, нас больше всего поразила не какая-либо картина или скульптура итальянского художника, а произведения до тех пор нам даже в воспроизведениях неизвестного нидерландца. Я говорю о том грандиозном триптихе, который носит имя Портинари и который был исполнен в Брюгге по заказу семьи Портинари мастером Гуго Ван Дергусом. В 1894 году этот шедевр из шедевров все еще находился в том же госпитале, для которого он был написан около 1470 года. И возможно, что именно то, что мы так неожиданно увидали этот шедевр в той длинной палате, куда нас провел сторож, повлияло на силу впечатления. Ныне в музее Уфицы во Флоренции. Но можно ли в нескольких словах дать хотя бы отдаленное представление о том, что это за красота? Кормное настроение царит в центральной картине, изображающей Рождество Спасителя. Бледная, болезненная девушка тихо молится, стоя на коленях перед только что рожденным младенцем. И тут же грубые, полудикие, но чистосердечно умиленные пастухи преклоняются перед тем, кто явился на свет для их спасения, для спасения всего человечества, и который теперь в жалкой наготе, беспомощной, лежит на горстке соломы посреди открытой на все стороны развалины. Кроме пастухов собрались, слетелись сюда и ангелы. Они двух разрядов, одни облаченные в тяжелые роскошные ризы, другие в длинных белых и голубых хитонах. К этому обожанию младенца присоединились и изображенные на боковых створках складня заказчики. Вся семья портенари, муж, жена и трое детей, два мальчика и одна девочка. Все эти и реальные, и мистические персонажи объединены глубоким благочестием. Другой для нас неожиданностью, повторяю, неожиданность действует всегда сильнее, была флорентийская скульптура. Главным образом то, что сгруппировано в музее Барджелло. Ну и все то, что разбросано по всем церквам или стоит прямо на площадях, на улице, как-то Юдивь Донателло, статуи в нишах Ор Сан Микеле, как Давид Микеланджело. Оригинал был уже перенесен в музей, но еще недавно он стоял овеянный всеми ветрами у входа в Синьорию. Как бронзовые фонтаны, как конные монументы Джованни Деболонья и Франковиллы, как Персей Челлини. Нашим восторгом именно в Барджелло не было предела. Все эти бюсты, дышащие жизнью, в то же время являются верхом стильной выдержанности и пластического мастерства. Эти аристократы, ученые, политические деятели, почтенные Матроны и поэтичные девушки, истлевшие пятьсот лет назад, благодаря магии Донателло, Дезидерио, Росселину, Мино, продолжают жить и начинает казаться, что сам был знаком с ними, слышал их голос и их смех. В то же время в этих скульптурных портретах нет и тени вульгарности. Каждый бюст представляет собой образец художественного благородства, а иногда и величия, иногда благочестия. Эта флорентийская скульптурная портретистика — целый мир, разнообразный как живой мир. И еще чудесной неожиданностью были для нас во Флоренции фрески «Беноццо Гоцсоли» в домашней капелле дворца Медичи. Эта капелла довольно темная комната с одним выходящим во двор окном. Даже в солнечные дни некоторые части ее стенописи тонут во мраке. Очевидно, что расчет был на свечи, зажигавшиеся у алтаря. Теперь этому дефекту пособили проведением электричества, и каждый угол освещается так, что различаешь и малейшую подробность. Но в 1894 году прибегали к более первобытному способу. У окна стояло большое зеркало, точнее, лист белой полированной жести, водруженное на штатив, и сторож поворачивал это зеркало, освещая рефлексом то одну часть фресок, то другую. Это было не очень удобно для изучения самой живописи, зато получалось нечто детски сказочное, что отлично вязалось с той сказкой, что рассказано здесь блестящим учеником Беато-Анджелико и что представляет словословящих ангелов и поезд трех царей-магов, отправляющихся на поклонение младенцу Христу. Чудесно выплывающие из мрака, благодаря отраженному свету куски процессии, затем вновь погружавшиеся во мрак, напоминали представление волшебного фонаря. Да и впечатление того, что эти всадники в роскошнейших одеждах, эти пажи, воины, слуги, сокольничьи, царедворцы и прочая свита движутся, медленно подвигаются к цели, получалось благодаря такой смене одного образа другим. О других флорентийских впечатлениях я умолчу. Их было слишком много, и они были таковы, какими я и ожидал, что они будут, каким я готовился. Впрочем, многое оказалось еще лучше, чем то, что ожидалось. К совершенно выпадающим из ряда впечатлениям принадлежат рождение Венеры и весна Сандро Боттичелли, поклонение волхов Джентеле де Фабиано, видение святовому Бернарду Филиппину Липпи в церкви Бадия, бронзовые двери Баптистерия Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти, фреска Перуджина в Санта Маддалена де Паци, фрески Беато Анжелико в монастыре Сан-Марко, скульптуры обоих Роббио, мозаики в куполе Баптистерия, архизнаменитые фрески Герландаю в апсиде церкви Санта Марии Новелла, чудесные фигуры полководцев Севилл, Андреа Дель Кастанью в Санта Аполлоньо и так далее. Мы были слишком насыщены художественными впечатлениями во Флоренции, чтобы совершить поездку по другим городам Тосканы или чтобы по дороге в Венецию остановиться еще в Болонье или в Феррари. Но Падую я не мог миновать. Мы посвятили ей целых два дня и изучили этот замечательный город довольно подробно. Ограничись и здесь тем, что особенно меня поразило в Падуе. На одном из первых мест окажется Палаццо Делла Роджионе. Именно внутренность этого городского дома, одного из наименее популярных, однако и наиболее интересных памятников Средневековья. Колоссальный зал занимает всю длину верхнего этажа этого здания и представляет собой как бы внутренность опрокинутого килем вверх корабля. Стены сплошь покрыты живописью начала XV века, аллегорическими фигурами на темном фоне, имеющими отношение к астрологии. Некоторая их уродливость сообщает всему особенную довольно жуткую ноту. Эта нота подчеркивается еще тем, что посреди салона стоит исполинской величины деревянный конь, имеющий вид, что он выступает навстречу посетителю. Считалось, что это произведение Донателло, и что эта скульптура послужила великому мастеру моделью для чудесного монумента Кондотьеро Гаттамилате, воздвигнутого близ базилики святого Антония. Однако, по другим догадкам, конь в салоне имеет более курьезное прошлое, будто он служил в каком-то театральном действии в качестве того коня, что был построен хитроумными греками и втащен себе на погибель троянцами внутрь своего города. В целом, отпадуя, осталось у меня впечатление чего-то сурового, жесткого, кованого из меди и бронзы. И это впечатление достигало особой остроты как во фресках Монтеньи в Эремитане, так и в том ансамбле, который был предназначен для украшения главного алтаря Санто, и который является одним из самых мощных произведений гения Донателло. В 1894 году этот бронзовый алтарь был выставлен в разобранном виде, он состоит из барельефов, представляющих многолюдные сцены чудес Святого Антония, из отдельных статуэток и из весьма своеобразной Мадонны, и находился не на предназначенном месте, а показывался в отдельном помещении Опера Дель Санто. Фрески же Монтеньи в отдельной капелле при монастырской церкви, ныне варварские уничтоженные бомбами, были посвящены, приходится теперь сказать были, истории апостола Иакова и святого великана Христофора. В этих стенных картинах с особой силой воскрес дух Древнего Рима. Как раз дни создания этих циклов были отмечены особым увлечением раскопками классической древности, и молодой Монтеньи страстно воспринимал ту далекую красоту, что чудом уцелело под землей в течение почти целого тысячелетия. Но не ласка и нежность древней Эллады, не мир Киприды и Эрота привлекал художника, а мир Марса, мир римского величия, мир торжественных викторий. Он и действующих лиц христианских преданий, одел как римских патрициев или заковал в вычурные доспехи, окружив эти фигуры мраморными колоннадами и аркадами, роскошно разукрашенными. И эти фрески в церкви Эремитане, на которых представлено, как апостол Иаков стоит на судбище перед проконсулом, или как палач отсекает святому голову, не вызывают какого-либо умиления, а говорят о жестокой военной мощи, о неумолимой строгости. В то же время в них все полно царственного великолепия. Нет в них и намека на христианские идеалы. Это абсолютный контраст с умиленностью Беато Анджелико, с болезненно-хрупкой Грацией Сандро, с детской сказочностью Беноццо Гоцсоли. Нечто общее по духу содержат и фрески Джотто, которыми сплошь разукрашены стены и потолок капеллы Делла Арена. Это тоже нечто очень суровое, но в этих фресках, предшествующих более чем на сто лет фрескам Монтеньи, нет нарочитых античных реминисценций. Правда, действующие в бесчисленных сценах лица одеты в какие-то хламиды и тоги, но это те одежды, в которые издавна было принято одевать священные персонажи. На костюмную часть здесь не обращаешь ни малейшего внимания, зато ни в чем Джотто не оправдывает в такой степени свое значение начало положника новой живописи, покончившей с условностью Византии, как именно в этом Евангелии в картинах. Здесь во всем веет дух творческой свободы, личный подход к задаче, желание выразиться как можно нагляднее и патетичнее. В целом это какая-то мистерия, в которой трагедия Христа разыграна с небывалой до тех пор ясностью и убедительностью. И вот мы в Венеции, в этом чудо-городе. Ничто не сравнится с тем чувством, которое испытываешь, когда покинув дымный поезд и выйдя из вокзала, впервые садишься в гондолу, а перед глазами высится несуразно вытянутый зеленый купол церкви Сан-Симеоне Пиккало. Удивительно действует зыбкость и валкость той черной лодки, на кожаной подушке которой усаживаешься при любезной помощи гондольера и древнего старичка с багром. Таких старичков с багром встречаем затем всюду, где имеется перевоз через канал или там, где вообще толпятся гондолы. Это характерные персонажи всего венецианского спектакля. Странно сразу действует в Венеции тишина и бесшумность. И в этом есть что-то удивительно успокаивающее. Даже предложения услуг делаются с особой дискретностью. Не спеша носильщики Факины уложили наши довольно многочисленные чемоданы и вот мы уже плывем. Сначала мимо не очень казистых построек, мимо барочной церкви Скальцо, в которой тогда еще развертывался божественный плафон Тьеполо, погубленный в Первую мировую войну. А там после мягкого поворота появляются один за другим чудесные мраморные дворцы, из которых иные, мне кажутся старинными знакомыми. Вот Лабия, вот Вендрамин галереи, вот Кад Оро, вот и родной мост Риальто. У грандиозного почерневшего мраморного палаццо Гримани гондольер сворачивает в боковой узкий и темный канал. То и дело теперь подплываешь под небольшие мосты, по которым тянутся в том и другом направлении вереницы прохожих. Шаги их отчетливо слышатся в общей тишине. Это мне тоже представляется чем-то родным. И еще каким-то воспоминанием представляется мне крик Поппе, которым гондольер дает о себе знать, подплывая к какому-либо повороту или к перекрестку. И до чего же все это красиво. Наша гондола была открытая и стоял чудный, светлый, не по сезону теплый вечер. Я в Венеции. Я со своей возлюбленной Атей в Венеции. Атя четыре года назад уже побывала здесь, но то было в обществе своей сестры и в атмосфере какого-то взбалмошного пикника. Теперь же по ее сияющему лицу я вижу, до чего она сознательно все воспринимает, до чего в унисон бьются от восторга наши сердца. Остановились мы по рекомендации наших родных в Антико Альберго Кавалетто, стоящем на берегу небольшой водяной площади бассейна, как бы в кулисах самой пьяцы Сан-Марко. Как только наши вещи были внесены в номер, так мы, ничего не распаковав, побежали на эту площадь. В тот наш первый венецианский вечер зрелище этой площади выдалось особенно прелестным и великолепным. Ноябрьское солнце уже закатилось, и лишь отблеск его догорал в ажурных украшенных по краю закругленных тимпанах, кое-где зажигая золотые искры на мозаиках. Весь низ базилики уже тонул в голубоватом полумраке, а рядом такая прямая, такая массивная компанила выделялась более темной массой, уходя острием своим в небо. Через несколько минут все померкло, потухли последние искры, зато стали зажигаться всюду огни под аркадами, в магазинах и в кофейнях, а самая площадь осветилась бесчисленными фонарями. И тотчас же она стала наполняться гуляющими, говором сотен людей и шарканьем их шагов по каменным плитам. Однако и в этих шумах сказывалась опять та же деликатность и дискретность, какая-то общая благовоспитанность. В этой громадной зале под открытым небом даже люди грубые должны получать хорошие манеры. Венецианцы и изъясняются, и жестикулируют, и ступают иначе, нежели жители других более реальных городов. И это без малейшего принуждения, без острастки. Нарядные и чистенькие, как куколки, карабинеры в своих черных с красным мундирах, в своих кокетливых треуголках, как будто вовсе не несут какой-либо полицейской службы, а разгуливают парочками в качестве пикантного декоративного добавления к остальному. У них тоже удивительно благородный и благовоспитанный вид. Это настоящие юноши из хорошей семьи, служащие другим примером хорошего тона. Назойливого гомона, как в других городах Италии, в Венеции нет. Даже на ее главном публичном торжище не слыхать каких-либо резких криков. Газетчики предлагают свои курьеры и трибуна, продавцы спичек свои серини, лотерейные лавочки свои билеты, продавцы карамель свои нанизанные на палочки засахаренные черносливы или миндали, но все это делается в камерных тонах. Впрочем, здесь и не приходится что-либо перекрикивать, ведь в Венеции нет грохота повозок или гудения конок и трамваев, пьяца вообще не улица, а одна общая гостиная, и все здесь у себя дома. К сожалению, на следующее же утро время года дало себя почувствовать с довольно жестокой стороны. Пошел снег, отчего получилась не одна мокрота, но и слякоть. В то же время стало сыро и холодно. Нас это скорее потешало. Венеция отложила свой праздничный наряд, в котором она еще предстала накануне, и теперь явила себя в каком-то будничном домашнем виде, запросто. Для более интимного знакомства так, пожалуй, было и лучше. Это напоминало Россию, Петербург. Мы знали, что в Венеции проживает близкий приятель моего брата Леонтия, очень известный в те времена русский художник Степанов. Однако я не слишком горел к встрече с ним, опасаясь, как бы этот русский не испортил нам венецианского настроения. Но вот, вбегая как-то по ступеням мостика где-то около Сан-Муизе, я нос к носу встречаюсь с другим русским художником, с Карелиным. Откровенно говоря, я и ему не обрадовался. Я не очень доверял вечному энтузиазму Андрея Андреевича и его никчемному прожектерству, но в те декабрьские сумерки под медленно падающими хлопьями снега на ступенях венецианского мостика эта удивительная российская образина, представшая предо мной в развивающемся плаще под широкополой чисто художественной шляпой, показалась мне фантастичной, а всякая фантастика в те времена пленяла меня в сильнейшей степени. Поэтому я и не подумал от него улизнуть, а отдался в руки судьбы. И вот оказалось, что Степанов, с которым Карелин видается ежедневно, уже предупрежден из Петербурга о нашем прибытии, что он нас ждет и даже тревожится, почему нас все еще нет. Тут же мы сели в гондолу и поплыли вниз по канале Гранде к тому несколько запущенному палаццо рядом с великолепным палаццо Тезаро, в котором поселился Клавдий Петрович со своей семьей. Степанов встретил меня как родного и стал даже требовать, чтобы мы к ним перебрались. Когда же я решительно отказался, то он настоял, чтобы мы по крайней мере к ним приходили обедать, обещая нас кормить самыми отборными и при том чисто венецианскими блюдами. Последнее показалось уж слишком соблазнительным, так как у Клавдии Петровича была заслуженная репутация изысканного гастронома и превосходного повара. Сколько раз я его видел у Леонтия или у бабушки Кавос с бумажным колпаком на голове и повязанного белым фартуком, когда он священно действовал в кухне, готовя на разные лады макароны или ризотто. Весьма приятное впечатление произвело на меня другое венецианское знакомство. У меня было письмо к сыну знаменитого испанского художника Фортуни. Все русские художники бредили Фортуни, говорили о нем как о предельном достижении в живописном мастерстве. Я надеялся, что на дому у сына я смогу познакомиться с некоторыми из этих чудес. Однако я медлил использовать рекомендацию, так как вообще ненавидел навязываться и знакомиться с людьми, которым вовсе нет до меня дела. Лишь когда осталось всего два дня до нашего отъезда, угрызения совести заставили меня преодолеть стеснительность, и я отправился к молодому Мариану, жившему с матерью тоже на Большом канале, где-то недалеко от церкви Салут. Ничего кроме каких-то поскребышек, бойко писанных маленьких этюдиков знаменитого фортуни я там не нашел. Зато весь двухэтажный домик, да и сам хозяин, мне чрезвычайно понравились. Последний оказался одних лет со мной, и даже слегка походил на меня лицом и статурой. Как будто я пришелся ему по вкусу. По крайней мере, расставаясь после двухчасовой беседы, мы чуть не клялись в вечной дружбе, что должно было выразиться в частой и содержательной переписке. Увы, ни я, ни он своего обещания не сдержали. Единственное письмо, которое я написал Мариану, было то, в котором я ему рекомендовал Сережу Дягилева, когда последний через год отправился в свое большое европейское странствование. Сказать, кстати, знакомство с Фортуни очень пригодилось Сереже, ибо Мариану с большим толком пилотировал его по Венеции, ставшей впоследствии любимым местопребыванием моего друга. Единственным же письмом Мариану ко мне было то, которое он написал 40 лет спустя, когда мы оба превратились в стариков. Несколько раз, впрочем, мы с ним встречались, и каждый раз не обходилось без новых заверений во взаимной симпатии. Я жалею, что из моей дружбы с Фортуни ничего не вышло. В нем, особенно в те давние годы, была масса прелести. Под оболочкой несколько тяжелой и вялой он таил страстное горение к искусству, что выражалось и в его художественном творчестве. К сожалению, он не унаследовал от отца, память которого он свято чтил ни изумительной ловкости кисти, ни дара искрящихся красок. Именно последнему дару Фортуни отец был обязан своим мировым успехом. Репин, а позже врубель, завидовали его неподражаемому мастерству. Отношение Репина к творчеству испанского живописца Фортуни 1838-1874 не было ровным. Вначале он отрицательно отнесся к нему, однако в бытность пенсионерам в Париже после салона 1875 года восхищенный виртуозностью его техники и реалистичностью письма писал Стасову. Фортуни, конечно, гениальный живописец нашего века и после него уже никакая живопись не удовлетворяет. Репин избранные письма в двух томах том 1 1867-1892 годы страницы 151 и 154 Позднее Репин пересмотрел свое отношение к этому мастеру. Заврубелем по его собственному признанию в Академии художеств утвердилось даже прозвище Фортуни. Тем не менее сам он, ценя тонкость техники этого художника, видел в нем прежде всего натуралиста, остановившегося на изучении природы. Врубель переписка воспоминания о художнике страницы 61-65 Фортуни же сын, который мог бы унаследовать талант не только от отца, но и со стороны матери, ибо он был внуком другого прославленного испанца Мадраццо. Если и был полон гордых намерений, если его и тянуло к самым высоким задачам, то получалось у него лишь нечто вроде не очень блестящего любительства. Как многие другие дилетанты, и он обращал особое внимание на вопросы техники, на угадывание тайн старых мастеров. Следовало найти секрет, каким способом создавали свои шедевры Тициан и Тинторетто, и тогда он сам станет подобен им. В смысле же сюжетов он находил их тогда в обожаемых операх Вагнера. Несколько таких композиций, навеянных Парсифалем, он мне показал. Однако при всей возникшей сразу симпатии к автору, при всем желании, чтобы эти вещи мне понравились, они оставили меня холодным. Краски были цветисты, он писал темперой собственного изготовления по рецепту, вычитанному в старинном руководстве, но между этими композициями, носившими, несмотря на свой крупный размер, характер иллюстраций, и тем, к чему он стремился, лежала непреодолимая пропасть. Я убежден, что в последующие годы Мариано и сам в себе, как в живописце, разочаровался. Возможно, что это и направило его на театр и на фабрикацию в широком масштабе имитаций старинных роскошных материй. Одна из позднейших моих встреч с Мариано произошла в Париже, вероятно, в 1906 году, когда он мне и Дягилеву демонстрировал построенную по его планам сцену в особняке графини Дебярн, впоследствии более известной под фамилией Дебяк. В этом домашнем театре он поставил себе задачи достижения возможно большей иллюзорности. Он особенно возмущался истори выработанной системой освещения посредством рампы, а также и против подвесных небес, являющихся вечной помехой при желании декораторов придать своим картинам естественность. Во избежание этих паддук Марьяно и придумал купол, который, освещенный на разные лады, должен был давать впечатление бездонного неба с плывущими посредством проекции облаками, с восходящей луной и так далее. Эта система, известная под именем Фортуни, была со временем принята почти всюду, но я не могу сказать, чтобы она имела благотворное влияние на развитие театральной живописи. Описывать свои впечатления от всех художественных сокровищ Венеции, полученные в то первое посещение ее, я не стану, тем более, что в большинстве случаев мне теперь трудно отделить то, что я тогда испытал, от того, что я испытал в последующие многочисленные посещения мои волшебного города. Скажу только, что особенно поразила и пленила меня красочная красота внутренности собора Святого Марка. Красота красок и живописи в картинах и плафонах Тинторетто и Паоло Веронезе во Дворце Дожий. И опять то красочное песнопение, что представляет собой картина первого Чуда Святого Марка в Академии. Глубоко тронула нас тогда же Мадонна Джованни Беллини в сокристии церкви Фрари. И в какую-то сказочную страну нас увели циклы картин Карпаччо в Академии и в церковке Сан-Джорджио Деи Крочи. На какой-то особенно радостно торжественный лад настроили нас фрески Тьеполо в плафоне церкви Скальци и в зая дворца Лабия. Совершенно же опьянил нас восторг от всей архитектуры и от всего орнаментального убора мраморной церкви Санта Мария Деи Миракули. А впрочем, дальнейшее перечисление бессмысленно, и я его прекращаю. Прожили мы в Венеции две с половиной недели. И прожили бы дольше, но надлежало исполнить обещание вернуться к русскому Рождеству, а по дороге заехать в Вену, где нас ждал Бирле, и в Варшаву к брату Николаю. Да и денег у нас оставалось не так уж много после того, что я опять порядком порастратился и во Флоренции, и в Венеции на фотографии. Напоследок, в самый день отъезда, Степановы угостили нас особенно роскошным обедом, а на дорогу дали большущую корзину со всякими вкусными вещами, в том числе с изумительной пуляркой. Столицу Австрии каждый из нас порознь видел в первый раз летом. Я в 1890, Атя в 1889 году. Теперь же Вена была зимней, и это придавало ей особенную прелесть. Из-за снега вообще стояла на улицах тишина, но тем веселее гудела толпа, окружавшая временные ловчонки, в которых продавались игрушки и всякие елочные украшения. Все это удивительно напоминало картинки на листах Мюнхенер Бильдербоген или в книжках с иллюстрациями Людвига Рихтера. К сожалению, от холода коченели пальцы, и мне так и не удалось сделать ни малейшего наброска. В Вене нашли мы и нашего друга, милого Шарля Бирля. Он за два года не повысился в чине и все еще гнул спину в канцелярии за перепиской скучнейших бумаг. Некоторым же утешением ему служило то, что как французское посольство, так и консульство помещались в прекрасном старинном дворце князей Лобковиц. Отделившись от нашей компании, Шарль все это время пребывал в полном одиночестве. Ни с кем из коллег близко не сходился, и поэтому был невыразимо рад нашему появлению. Жил он в уютной, теплой и светлой комнате, которую снимал у двух милейших старых дев, оценивших его добрую душу и ухаживающих за ним как за родным. Они даже помогли ему устроить в нашу честь елку, и вечер, который мы провели вокруг этого символического, горевшего многими свечами дерева, попивая горячий глинтвейн и закусывая всякими цукербродами, оставил в нас самую прелестную память. Как истый француз, Шарль очень различал немцев и австрийцев. Первых, он считал нужным ненавидеть. Все его поколение продолжало болезненно переживать обиду германской победы 1870-71 годов. Вторых, он был склонен идеализировать, утверждая наперекор фактом, что это совсем другая раса и что они достойны всякого уважения. Это отношение к австрийцам он сохранил даже после того, что в 1914 году они оказались в первых рядах врагов. Шарлю удавалось на целые дни урываться от службы и сопровождать нас по музеям и церквам. Грустно было затем расставаться с милым Шарлем. Встретились мы с ним снова только в 1899 году, когда он был назначен консулом в Москве. Но надо было спешить домой. Поэтому мы и Варшаве могли посвятить только два дня. И до чего же я на сей раз был разочарован в польской столице, показавшейся мне когда-то 11-летнему мальчугану столь нарядной, столь заграничной. В этот же раз Варшава предстала перед нами в самом неприглядном виде. Несомненно, такой эффект усилился тем, что мы оказались в Варшаве зимой, да еще в распутицу. Наша память была начинена колоссальными впечатлениями от Италии, от Германии и Австрии. И естественно, что все Варшавское показалось после того довольно-таки мелким и второсортным. И даже площадь с колонной Сигизмунда, и даже саксонский дворец с его довольно жиденькой колоннадой. Я не поляк. Однако я как-то принял к сердцу резкое, довольно-таки бестактное, да и прямо оскорбительное вторжение русского национализма в этот чисто западный город, начиная со здания в русском стиле, что выросло позади памятника Копернику, и в котором теперь расположилась русская гимназия. Что же касается до семьи моего брата, то мы были очень тронуты той лаской, с которой нас приняли и сам Николай, и его любезнейшая Констанс, и, наконец, ее мать, старушка, баронесса Брэмзен, румынка по происхождению. В один из двух вечеров были созваны на нас ближайшие друзья Николая. Мы были угощены превосходным обедом, а к концу вечера, к великой радости Миши и Марихен, детей Констанс от первого брака, состоялся марионеточный спектакль, так называемый вертеп, одна из последних польских традиций празднования Рождества. Глава пятая. Мережковские, Репин. Работа над собранием княгини Тенешевой. На елку домой мы не опоздали, но если память нам обоим не изменяет, то поспели мы в последний момент. Праздник получился особенно радостный благодаря именно нашему приезду. Папа, не имевший вообще обыкновения явно выражать свои чувства, все же был, видимо, растроган. Катя, быть может, меньше, как-никак наш приезд прибавлял к ее домашним заботам новые, зато все шесть лансерят, и особенно оба старших, то есть Женя и Коля, ставшие за последние годы нашими ближайшими друзьями, каждый по-своему выражал восторг. И Женя и Коля нас называли просто по имени Шура и Атя. Напротив, все четыре девочки, из которых старшей Сони было тогда 14 лет, а младшей, еще не ходившей в гимназию Зине, всего 9, величали нас дядей и тетей и были с нами на вы. С нашего приезда в дом на нашей половине, но не замыкаясь от остального, возобновились приемы, иногда довольно многолюдные. Старый наш рояль звучал не только подробкими упражнениями моих племянниц, но и под пальцами тогда еще вполне виртуозной Ати. живо запомнилось, как именно тогда она увлеклась Сильвией де Риба, и я наслаждался, слушая ее из другой комнаты. И уж с первого дня после раздачи заграничных подарков начались наши рассказы о всем виденном и пережитом. Папу особенно трогали мои впечатления от милой его сердцу Италии, в которой он прожил, будучи пенсионером Академии целых пять лет, принадлежавших к самым счастливым в его жизни. Женю Лансере особенно воспламеняли мои описания средневековых соборов Майнца, Вормса, Страсбурга. Но и братья Альбер, Люля Леонтий и Миша каждый имел о чем расспросить, каждый реагировал на свой лад на мои восторги, разглядывая кипы приобретенных мной фотографий и мои зарисовки в альбомах. Такие собрания в папином кабинете бывали почти каждый вечер. Раза три в неделю ко мне приходили наши друзья, все те же верные Нувель, Сомов, Бакст, Философов, Дягилев. И тогда наше собеседование нередко очень возбужденное происходило в моем кабинете у передней, и лишь к чаю группа молодежи выходила в столовую. Когда же мы созывали менее интимных знакомых, то под такие рауты предоставлялась и гостиная, где происходило угощение чаем, сластями и фруктами. Таких раутов за период между нашим возвращением и общим переездом на дачу состоялось несколько. И особенно мне запомнились те, на которых присутствовали наши новые знакомые, постепенно затем превратившиеся в друзей. Мережковский, его жена Зинаида Гиппиус, двоюродный брат последний, тогда еще студент Владимир Васильевич Гиппиус, а кроме того Анатолий Половцев с женой и Репин, который в те годы очень благоволил ко мне и как бы главная идея наиболее значительного сочинения в прозе трилогии «Христос и Антихрист» части первой и третьей заключена во взгляде на исторический процесс как на борьбу двух начал христианского и языческого, обостряющуюся в кульминационные моменты истории, однако ведущую к примирению и наступлению Третьего Царства. Эта же система взглядов характерна и для исследования Лев Толстой и Достоевский «Жизни творчества» 1901-1902 годы, в котором предвидится появление нового гения, синтезирующего открытие Толстого провидца плоти и Достоевского провидца духа. Мережковский был одним из организаторов религиозно-философских собраний и журнала «Новый путь». Его выступления резко критиковались Плехановым о так называемых религиозных исканиях в России, «Евангелие от декаданса». В 1920 году эмигрировал из России, жил в Варшаве, затем в Париже, выступал с антисоветских позиций. Гиппиус Зинаида Николаевна 1869-1945 поэт, писатель, критик и публицист, одна из активных фигур русского символизма и литературного декаданса. Участвовала в издании религиозно-философского журнала «Новый путь». В 1920 году эмигрировала из России, жила в Варшаве, затем в Париже, выступала с антисоветскими статьями. Гиппиус Владимир Васильевич, Владимир Бестужев, Владимир Нелединский, 1876-1941 годы, поэт и литературный критик, примыкал к символистам. С Мережковским я познакомился как раз в доме Половцева, занимавшего тогда видный пост в кабинете его величества и принимавшего по воскресеньям в своей обширной казенной квартире в нижнем этаже флигеля Аничкова дворца. Как административное учреждение с исполнительскими функциями, ведавшее собственностью императора, кабинет был введен Петром I. С каждым новым царствованием его задачи изменялись, то расширяясь, то сокращаясь. Кабинет ведал, в частности, дворцовым строительством, приобретением художественных произведений, горными заводами и художественными производствами. Со времени введения Николаем I министерства императорского двора кабинет вошел в его состав. Анатолий Васильевич был тощий, еще не старый, но уже совершенно облысевший и чуть курносый господин со светлой бородкой, с пенсне на носу. Мережковский находил в нем большое сходство с китайцем. Меня познакомил с ним дядя Миша Кавос еще в 1890 году на одном из спектаклей «Менингенцев». Но сразу мое знакомство с Половцевым не имело продолжения. И только в 1893 году, когда у нас в семье пошли обсуждения того, чем мне быть, и когда я выразил желание, уж если где-нибудь служить то только по музейной части, то Зозо Рассоловский, также близко знавший Половцева, возымел мысль, что именно он может быть мне полезен, как важная шишка в министерстве двора и к тому же, как человек к искусству небезразличный. После того, как Зозо по этому поводу имел разговор с Половцевым и тот выразил полную готовность быть мне полезным, я и отправился с тем же Зозо на один из его дневных журфиксов. Половцев пленил меня своей любезностью, но из его покровительства в дальнейшем ничего не вышло, да он вряд ли всерьез где-либо обо мне хлопотал, но бывать у него было приятно, так как там можно было встретить немало интересных людей и даже всяких знаменитостей. Так на одном из вечерних собраний у Половцева художник Ге читал о Толстом. На другом князь Сергей Михайлович Волконский сделал доклад о своем американском путешествии, что тогда было чем-то весьма диковинным. Воспоминания Ге о Толстом неизвестны и по всей видимости написаны не были. Вероятно, художник читал отрывки своей книги воспоминаний, писавшейся им с 1891 года, в которой могли содержаться запомнившиеся слушателям отдельные свидетельства его о Толстом, отзывы Толстого о произведениях Ге и тому подобное. Во время одного из первых моих посещений Половцева я, пришедший раньше других, беседовал с хозяином, как вдруг в кабинет без доклада быстрыми шагами вошел не старый, но какой-то очень неказистый, скромно, почти бедно одетый, очень щуплый человек, поразивший меня тем, что он как-то криво держался и, хотя не хромал, все же как-то кренил в одну сторону. Поразило меня и то, что Половцев принял его с особенным вниманием. Фамилии я не расслышал, но из разговора догадался, что передо мной поэт Мережковский, о котором тогда уже начали говорить, и роман которого, Юлиан отступник, только что стал выходить в одном из толстых журналов. Роман Мережковского «Лично я уже слышал о Мережковском еще в 1890 году от его тогдашних поклонниц сестер Лохвицких и в период моей дружбы с младшей из них шестнадцатилетней Надей, ставшей впоследствии известной писательницей под псевдонимом Теффи. Кстати сказать, Надежда Александровна Лохвицкая Теффи даже сочинила в 1890 году в мою честь небольшое шуточное стихотворение, в котором прославляла некий мой подвиг, а именно то, что я пешком прошел от Петербурга до самой Аронейнбаумской колонии, где семья Лохвицких нанимала дачу рядом с той, в которой жил мой брат Альбер. Однако сам я еще ничего из произведений Мережковского не читал. И скорее был предубежден против этого русского символиста и декадента. Здесь же Мережковский в беседе с Половцевым сразу меня пленил всем своим энтузиазмом и своими многообразными знаниями, выливавшимися в пламенной и ярко-красочной речи. Ничего подобного я до того не слышал. Беседа вертелась именно вокруг Юлиана. И потоком лившиеся слова Мережковского вызывали картины упадочной Греции борьбы христианства с язычеством. Меня поразил при этом какой-то оттенок прозалитизма, который звучал в его словах. Он чему-то как будто учил, к чему-то взывал, что-то тоном негодующего пророка громил. «Слышать в кабинете чиновника министерства двора от Половцева я узнал впоследствии, что Мережковский ожидал чего-то похожего на то, что и я от него ожидал. Столь будоражившие речи было очень и очень странно». Половцев хоть и вторил им, хоть и пробовал отвечать в таком же тоне, однако, видимо, был несколько смущен и временами при всей своей прециозности чуточку шокирован, особенно, когда Мережковский касался религиозных вопросов, о самом Христе отзываясь с совершенной свободой. Независимо от меня, но почти одновременно с Мережковским познакомился и Дима философов. Однако, каждый из нас скрывал от другого такое интересное знакомство. Обнаружилось же оно, когда я с Димой встретился у самих Мережковских, живших тогда где-то на Пантелеймоновской или на Симеоновской улице. Через год они переехали на Литейную, в дом князя Мурузи, удивлявший Петербург своей арабской архитектурой. Здесь они прожили много лет, впоследствии же переехали на Сергиевскую, близ Таврического сада. Притащил я тогда с собой и Валечку Нубелли. Дима не смог скрыть своего недовольства, увидав нас, пробившихся как бы контрабандой в область, которую он считал, в отличие от нашей общей художественной, специально своею и для других недоступной. Бенуа имеет в виду интерес философа к религиозным вопросам, о чем подробнее дальше. Не могу сказать, чтобы это тогдашнее первое посещение Мережковских оставило во мне приятные впечатления. Это была пора характерного конца века, прециозность и передовитость которого выражалась в культе на словах всего порочного с примесью всякой мистики, нередко роднившейся с мистификацией. В частности, Дмитрий Сергеевич как-то особенно любил сопоставлять слова Гэх он не совсем ясно произносил букву Р и святость порог и добро. Особенно же ознодачила нас супруга Мережковского Зиночка Гиппиус очень высокая, очень тощая, довольно миловидная блондинка с постоянной улыбкой Джоконды на устах, но неустанно позировавшая и кривлявшаяся. Была она всегда одета во все белое, как принцесса грез. Не успели мы с Валечкой с ней познакомиться, как она бухнулась на коврик перед топящимся камином и пригласила нас возлечь рядом. Первый ее вопрос отдавал безвкусной прециозностью «А вы, господа студенты, в чем декаденствуете?» Окончательно же я был изумлен, когда в эту же гостиную Мережковских вошел мой почтенный дядя Миша Кавус, а Зинаида Николаевна бросилась ему навстречу. «Миша пришел, хорошо, что пришел, а у нас новые декаденты, послушаем, что они замышляют». Михаил Альбертович со своей стороны немало был удивлен встретить у очага Севиллы, с которой Господь ведает, почему он был на «ты», своего родного племянника, да еще в компании с тем молодчиком, который имел свойство особенно раздражать его своим опломбом, своей претензией на всезнайство и скороспелостью своих мнений. Кроме нас, хозяев, дяди Миши, его близкого друга Андреевского, собралось в тот вечер у Мережковских немало народа, исключительно мужчин. Среди них меня особенно заинтересовал молодой поэт Владимир Гиппиус и мрачнейшего вида человек, не покидавший за весь вечер своего стула в углу у окна и упорно молчавший с крайне неодобрительным видом, до тех пор, пока, обидевшись на что-то, он не разразился какой-то отповедью в несколько истерических тонах. То был поэт Федор Сологуб, о котором я до того не имел никакого понятия, но стихи которого мне необычайно понравились и даже взволновали, когда он тут же прочел ряд их, без того, чтобы о том особенно просили, точно воспользовавшись случаем высказаться. Прочел он их глухим, загробным голосом, отрывисто выбрасывая слова. Стихи были мрачнейшие, но необычайно красивые и убедительные. Уже когда все сидели за чаем с беспритязательной закуской, явился из театра господин очень гордого вида, горбоносый, совершенно бритый, что тогда было скорее редкостью в застегнутой на все пуговицы жакетки. Он сразу стал с безапелляционной авторитетностью излагать свои мысли. И этим самым, а также своим каким-то чужеземным акцентом, мне очень не понравился. То был философ Флексер, впоследствии главным образом прославившийся под псевдонимом Волынский в качестве балетного критика и идеолога. Волынский флексер Аким Львович 1863-1926 литературный и художественный критик, сотрудничал с 1889 года и руководил журналом «Северный вестник» 1893-1898, где выступал как идеолог литературного декаданса, проводя принципы идеалистической эстетики. Его теоретическая философия, по мнению Плеханова, сводилась к бессодержательным фразам, а практическая к плохой пародии на нашу субъективную социологию. Судьбы русской критики Волынский Плеханов собрание сочинений в 10 томах Москва-Ленинград том 10 1925 год После закрытия журнала историк живописи театра балета музыки. Но в те дни о балете в серьезном обществе не полагалось говорить, а общая беседа велась вокруг философа Ницше и его рокового безумия. Идеи Ницше приобрели тогда прямо злободневный характер, вроде того, как впоследствии приобрели такой же характер идеи Фрейда. Их разбирали на все лады, из-за них споры часто приобретали ожесточенный характер, особенно если часть споривших исповедовала своего рода нитшианскую религию и могла, подобно супругам Мережковским, с полным правом считаться правоверными нитшианцами. Флексор Волынский был принят у Мережковских с оттенком особой интимности. Он даже, кажется, жил тогда у них. И они втроем около того же времени совершили путешествие по Италии, что вдохновило Зоила Буренина на один из его фильетонов определенно пасквильного характера. Речь идет о путешествии весной 1896 года, которое было подготовительным к работе Мережковского над романом Леонардо да Винчи или «Воскресшие боги» вторая часть трилогии «Христос и антихрист» 1901 год. В 1900 году и Волынский выпустил книгу о Леонардо свое первое историко-художественное сочинение. В нем он не постеснялся намекнуть на сплетню, ходившую тогда по городу. Было ли в самом деле что-нибудь предосудительное, я не знаю, но Зиночка тогда позировала на женщину роковую и на какое-то воплощение греха и была не прочь, чтобы орел сугубой греховности горел вокруг ее чела. Да и Дмитрий Сергеевич не только терпел то, что в другом супружестве могло создать весьма натянутые отношения, но точно поощрял в жене те ее странности, которые могли оправдать прозвище Белой Дьяволицы, данные чуть ли не им же самим. Ходил даже анекдот, будто войдя как-то без предупреждения в комнату жены и застав ее в особо оживленной беседе с он отпрянул и воскликнул Зина, хоть бы ты запирала дверь. Вскоре у нас у всех, включая Левушку Бакста, который позже нарисовал с Динаидой Николаевной очень схожий портрет, установились самые дружественные отношения с Мережковскими. Портрет Гиппюс был сделан Бакстом в 1906 году и находится в государственной Третьяковской галерее. Это дошло даже до того, что когда весной мы, молодые Бенуа, стали себе искать дачу, то наш выбор пал на большущий каменный дом с башней, стоявший у самой дороги из Аронинбаума в Ижору. И это только потому, что Мережковские уже успели себе снять неподалеку дачу в колонии. Однако из этого ничего не вышло. Сестра Катя не пожелала селиться так далеко от Аронинбаума, от лавок, от железной дороги, да кроме того, ей едва ли могло нравиться столь близкое соседство с Мережковскими, что, наверное, привело бы к особенно частым приемам и соответствующим расходам. Что же касается Дорепина, то в другой части своих воспоминаний я уже говорил о том престиже, которым пользовался в нашей компании и особенно у меня наш неоспоримо великий художник. Напомню, что я лично познакомился с Репиным в 1885 году, когда он писал портрет моей Бель-Суар Марии Карловны. Однако только с 1890 года я стал бывать у него на дому, усердно посещая вечернее сборище, кажется, по четвергам, происходившее сначала в его квартире у Калинкина моста, позже, с 1894 года, в казенной квартире в верхнем этаже здания Академии художеств, куда Репины переселились с момента назначения Ильи Ефимовича профессором, руководителем возобновленного высшего художественного училища. Запомнились те оживленные споры, что происходили здесь, за очень длинным столом, уставленным закусками, среди обширной, но совершенно голой, типично казенной столовой. Особенной яростью и едкостью отличался при этом Владимир Маковский, которого я тогда не взлюбил за его костные, уж очень откровенно высказываемые филистерские взгляды. Напротив, в самом Репине я всегда находил самый пламенный отклик на многие тогдашние мои увлечения. Так Илья Ефимович не только вторил моего восторгу перед Беклином, но даже заявил как-то к великому негодованию своих товарищей, убежденных позитивистов и направленцев, веровавших в исключительное благо одного только реализма, что он считает Беклина за величайшего из художников нашего времени. Бенуа имеет в виду наиболее ригористично настроенных членов товарищества передвижных художественных выставок, таких как Владимир Маковский, Мясоедов и некоторые другие. Это увлечение Репина Беклином затем так же прошло, как и его многие другие. Вообще же, подобная его переменчивость создала распространенное мнение об его ненадежности, о том, что Репин фальшивый. Напротив, мне эта переменчивость Репина скорее нравилась. Она как-то приближала его, в ней была даже особая прелесть. Она доказывала, что с приближением старости он вовсе не утрачивал своей свежести и отзывчивости, что он все еще полон жизни. Он продолжал говорить и писать обо всех и обо всем с прежней юной непосредственностью и абсолютной искренностью. А ведь в способности наслаждения, в даре энтузиазма, которым далеко не все причастные к искусству наделены, весь смысл такой их причастности. Рядом с ним я здесь назову еще трех неостывавших энтузиастов того времени. Маститова Вавилу Барабанова эту красочную кличку сочинил для Владимира Васильевича Стасова тот же Зоил Буренин, пророка и наставника всей группы передвижников и могучей кучки, крошечного ростом чуть косноязычного шепелявившего скульптора Илью Гинсбурга и всклокоченного бородатого похожего на русского попа милейшего Василия Васильевича Матте. По своей профессии Матте был почти ремесленником. Для заработка он гравировал на дереве иллюстрации для книг и журналов. Однако по своей широкой глубоко художественной натуре он вполне был достоин занять видное место на тогдашнем русском парназе. Для меня всякая встреча с Матте была большой радостью. Я получал настоящее и какое-то освежающее удовольствие слушая его, всегда какие-то сияющие восторги. То же удовольствие от общения с Матте получал и Серов. Пожалуй, одна из причин моего первого сближения с Серовым заключалась именно в том, что мы оба одинаково симпатизировали, чудачливому, но абсолютно искреннему, милейшему Василию Васильевичу. Дружба же Серова с Матте выразилась в том, что Валентин Александрович под влиянием своего приятеля сам принялся за гравюру и в том, что он неделями и месяцами живал у Матте во время своих длительных пребываний в Петербурге. Первое время после нашего возвращения на родину моя жена могла еще выезжать, и мы использовали эту возможность, чтобы посещать ближайшую родню и некоторых из наших семейных знакомых. Но затем беременность ее стала сказываться все определеннее, надлежало соблюдать особую осторожность, и поэтому Атя все менее охотно соглашалась бывать там, где приходилось соблюдать некоторые стеснительные формы. В эти же месяцы я стал серьезно подумывать о своих обязанностях будущего отца семейства. Надлежало стать на ноги и начать зарабатывать. Из покровительства Половцева ничего не вышло. Не вышло ничего из проекта использовать знакомство с вице-президентом Академии графом Иваном Ивановичем Толстым, о котором было известно, что он имеет решительное влияние на великого князя Георгия Михайловича, назначенного управляющим затеваемого музея национального искусства. Я нередко встречался с Толстым то у моих братьев, то у кузена Жени Кавос, то у Абера, и всюду находил с его стороны самое ласковое внимание. Он охотно вступал со мной, все еще юнцом, в беседу на художественные темы, делая даже вид, что он прислушивается к моим суждениям и вполне разделяет некоторые из них. Ободренный таким отношением, я, наконец, пересилил свою стеснительность и решился пойти к нему на дом. Он жил тогда на частной квартире в угловом доме у самой Николаевской набережной на супротив академии, чтобы изложить ему свое горячее желание послужить родному искусству, имея в виду мое причисление к русскому музею. В качестве некоторого права на такое притязание я мог указать на ту главу о русской живописи, которая появилась в книге Мутера. Во всяком случае, я был одним из весьма немногих во всем российском государстве, кто тогда прилежно изучал прошлое русского искусства и способствовал известному оживлению его истории. Иван Ивановичу все это было известно. Он очень любезно наговорил мне всяких комплиментов, причем на его украшенных китайскими устьками устах играла самая чарующая улыбка. Ходатайство мое он обещал принять к сердцу и даже почти обнадежил меня, что оно будет удовлетворено. В мечтах я уже стал считать себя хранителем будущего музея. И вдруг все это пришло к самому неожиданному разрешению. Великий князь по совету того же Иван Ивановича действительно причислил к себе на службу в музей Бенуа. Но то был не Александр, а мой старший брат Альбер. Талантливейший художник и обаятельнейший человек, однако чуждый вообще всякого культа старины и, в частности, кроме самых общих мест, ничего не ведавший о прошлом русского искусства. Сам Альбер мне эту новость и сообщил, не без смущения и сопровождая сообщение фразой «Я понимаю, Шурк, что в сущности это твое место?» Но я не отказался, так как пусть лучше займу его я, нежели оно достанется совершенно постороннему человеку, подъехавшему к великому князю с заднего крыльца. Горькую эту пилюлю я кое-как проглотил. Что же касается Дальбера, то надо ему отдать справедливость, что он, хоть и не имел никакой специальной подготовки, однако в течение нескольких лет с честью и достоинством исполнял доставшуюся ему должность. Как раз в очень трудные первые годы формирования грандиозного учреждения. Немало пришлось Альберу при этом бороться со всякой косностью и со всякими придворными интригами. В частности, рыхлый характер августейшего управляющего доставил Альберу немало неприятностей. Необычайная талантливость всей натуры Альбера в целом, его дар пленять и очаровывать людей, ладить с ними, оказали в данном случае большие услуги. В те же первые месяцы 1895 года тот же Альбер нашел мне место службы, правда очень невидное и оплачивавшееся более чем скромно, однако имевшее ту хорошую сторону, что оно было мне по вкусу и позволяло отдавать свое время занятию делом мне близким. Уже лет пять как княгиня Мария Клавдиевна Тенешева ежегодно покупала преимущественно на наших акварельных выставках произведения русских современных художников рисунки и акварель. У нее за это время успела образоваться довольно большая коллекция и эту коллекцию она теперь пожелала привести в порядок снабдив ее толковой описью. Составление таковой и было поручено мне. Мне же такое поручение нравилось потому, что я тут рассчитывал с пользой приложить свои познания и, может быть, направить дальнейшее собирательство княгине по пути более осмысленному, нежели тот, что обнаруживали ее ежегодные массовые покупки. Ко мне я был ей представлен еще в 1891 году княгине относилась ласково и любезно, но и немного свысока. Как дама уже не первой молодости, ей было в 1895 году около сорока лет, и меценатка может относиться к юнцу и начинающему художнику. Здесь Бенуан неточен. В 1895 году Тенишевой 1867 1928 было 28 лет. Она была старше его всего на три года. Мое же отношение к Марии Клавдиевне было несколько двойственное. Я очень сочувствовал ее намерению составить собрание рисунков и акварелей. Это было совсем в моем вкусе. И в то же время я не мог недосадовать, глядя, каким образом это намерение осуществляется, каким нелепым, чисто дилетантским образом, при отсутствии какого-либо плана и в громадном большинстве случаев без малейшего критериума. Несколько спасало положение ее тесная дружба с другой княгиней, Екатерины Константинной Святополк Четвертинской, являвшейся вдохновительницей на великие дела, своей более эффектной подруги и державшейся при этом в тени. Воспоминания о Тенишевой «Впечатление моей жизни Париж 1933 год» и предисловие, которым снабдило их посмертное издание ее друг Святополк Четвертинская, позволяют составить более широкое представление о личных дарованиях Тенишевой и о направленности ее деятельности в сфере русского просвещения в конце 19-го в начале 20-го века. Тенишева, прошедшая профессиональную вокальную школу в Париже, помимо собирательства организации художественных мастерских в Талашкине и музея русской старины в Смоленске, устройства рисовальной школы в Петербурге на Галерной улице, в которой преподавал Репин и которая заняла заметное место в истории русского художественного образования на рубеже веков, наконец, помимо участия в первых предприятиях кружка Дягилева Бенуа, журнал Мир Искусства и выставка 1899 года и сама работала как художница. Выполненные ею эмали экспонировались на выставке в Париже в 1905 году. Многолетнее изучение техники и истории эмали было ею обобщено в диссертации «Эмальное изучение техники и истории эмали и инкрустация», изданные семинарием Кондакова в Праге в 1930 году. Эта роль княгини Четвертинской я почти сразу после знакомства угадал и вполне ей сочувствовал. Мое личное отношение при этом к каждой из этих дам приобрело особый оттенок. Ни с виду, ни по содержанию мне Мария Клавдиевна не нравилась. Я никак не мог согласиться, что репутация красавицы была ею заслужена. Правда, она была высокого роста, а по сложению могла сойти за то, что в те времена называли красавицей. Она обладала пышным бюстом и довольно тонкой талией, но во всем этом не было никакого шарма. Черты ее лица были грубоватые, нос с горбинкой выдавался слишком вперед, рот был лишен свежести, а в глазах не было ни тайны, ни ласки, ни огня, ни хотя бы женского лукавства. Еще менее мне был по душе ее нрав. Благодушие Марии Клавдиевны, связанное со склонностью к веселью, ее душа нараспашку, казалось, должны были бы очаровывать, но, к сожалению, всему этому недоставало какой-то подлинности и не было чуждо известной вульгарности, никак не вязавшейся ни с ее титулом, ни с ее горделивой осанкой. Мария Клавдиевна, если и принадлежала по рождению и по своим двум бракам к тому, что называется высшим обществом, и обладала той долей образования, которая полагалась в этом кругу, однако в манерах, в разговоре и в самых оборотах мысли она обнаруживала нечто простецкое, а хлесткость ее мнений не соответствовала тому, что дается хорошим воспитанием. Напротив, княгине Четвертинской в киту мне нравилось все, и даже ее довольно неказистая наружность, невысокий рост, известная сутыловатость, слишком для женщины определенные черты лица, одинаково далекие от безобразия и от всякой миловидности. Все это как-то шло к ее личности, подчеркивало, что в ней было мужественного, при этом умные глаза и улыбка иногда озарявшее лицо. Что же касается до духовной стороны, то она представляла собой настоящий контраст с духовной стороной Марии Клавдиевны. Насколько все существо последней было показного характера и поглощено желанием блистать и нравиться, настолько киту любила стушевываться, оставаться в кулисах, быть режиссером спектакля, на сцене, однако, не выступавшим. Она непрестанно учила и вдохновляла свою подругу, но делала это с тактом и как-то даже вкрадчиво. Я застал уже ту стадию их взаимоотношений, когда Мария Клавдиевна за последние годы вполне оперилась, уверовала в себя и не ощущала потребности постоянной опеки. Но этому моменту выступления на общественную арену несомненно предшествовал многолетний период подготовки, когда Киту в уединении учила и образовывала свою манию, избравшая ее на то, чтобы создать нечто такое, на что она сама не была способна вследствие именно этой склонности держаться в тени и отсутствия в себе дара импонировать людям. На самом деле опекание никогда не прекращалось, но только теперь ментор был озабочен тем, чтобы никто из посторонних этого не замечал. Самая идея художественного собирательства принадлежала Киту Четвертинской. Ее мать была во втором браке замужем за графом Кушелевым Безбородко, составившим то прелестное и необычайно изысканное собрание иностранной живописи, преимущественно XIX века, которое граф завещал Академии художеств. До 1917 года Кушелевская галерея оставалась в Академии, но осенью этого года все академические собрания были эвакуированы в Москву. Когда же они вернулись в 1920 году, то Академия успела утратить весь свой традиционный характер, и потому Кушелевская галерея была, по моему распоряжению, направлена в государственный эрмитаж, где она составила основное ядро отделения XIX века. В детстве, живя в роскошном палаццо своего отчима у Гагаринской набережной, наполненном художественными сокровищами, Киту приобрела вкус к этим вещам и какой-то пиетет к ним. Кроме того, Киту была в родстве с другим русским собирателем, Базилевским, от которого она также могла заразиться манией коллекционирования. Как у матери Киту, вдовы графа Кушелева, впоследствии в третий раз вышедшей замуж за князя Суворова, так и у наследников Базилевского оставалось, по отчуждении их главных редкостей, немало разрозненных художественных предметов. И Киту не могла без огорчения взирать на то, как эти сокровища, правда, второстепенные, но все же сокровища, постепенно распыляются благодаря индифферентности и невежеству своих новых обладателей. Коллекционирование Марии Клавдиевны, тогда еще госпожи Николаевой, и началось с того, что она, побуждаемая своей подругой, стала скупать эти прекрасные остатки, состоявшие главным образом из рисунков и акварелей иностранных художников, тогда как русские почти вовсе отсутствовали. Уже в январе 1895 года я приступил к ознакомлению с собранием княгини Тенишевой. Хранилось оно не в парадной половине того небольшого особняка, в котором жили Тенишевы на английской набережной, а в двух комнатах флигеля, выходившего на галерную. Те акварели, которые Тенишева накупила на наших выставках или непосредственно от художников, были вынуты из рам и вставлены в однообразные паспорту белого брестоля, что, очевидно, отвечало представлению княгини Марии Клавдиевны о коллекции как таковой. Этих листов было несколько сотен, и они были сложены тоже, как полагалось, в трех большущих портфелях. Вначале меня постигло большое разочарование. Мне даже стало стыдно, что я должен буду заниматься такой дребеденью. Если не считать нескольких превосходных пейзажей моего брата Альбера и других искусных акварелей других художников, все остальное являлось тем жалким сбродом, который вообще представлял собой главное содержание наших акварельных выставок. Вероятно, мне не удалось скрыть от обеих дам мое разочарование, ибо княгиня Четвертинская, желая спасти положение, вдруг промолвила. Но это не все. Ты покажи, Александр Николаевич, то, что у тебя еще не приведено в порядок. Ведь там в запасе тоже может найтись кое-что. Там имеются и старинные рисунки, которые, вероятно, ему понравятся. Запас этот оказался сложенным в большом платином шкафу. Здесь в беспорядке покоились акварели в рамах и акварели без рам, а также кипы из рисованной бумаги. В двух же нижних ящиках шкафа лежали грудые альбомы в кожаных переплетах разного формата. Один с гербом Кушелева, другие с вензелем Базилевского. Меня сразу потянуло к ним. Раскрыв наугад один, я пришел в восторг, увидев наклеенным на первой странице чудесный итальянский рисунок начала шестнадцатого века «Плач над телом Господнем», оказавшимся по более внимательным изучению произведением Гауденцо Феррари. Да и по другим страницам альбома были размещены превосходные рисунки частью Сангины, частью Перо, мастеров разных эпох и школ. Вот тут было над чем поработать. И уже в силу контраста этих альбомов с тем, что меня так огорчило в парадных портфелях, я стал с особым восторгом выражать свое удовольствие. Лицо киту сияло, тогда как лицо Марии Клавдиевны выражало какую-то личную обиду. Ведь мой восторг можно было так истолковать, вот это другое дело. Тут имеется и красота, и смысл, не то, что тот вздор и безвкусие, что мне было показано сначала. Княгиня Тенешева попробовала было защищать своих любимцев редковских, писемских, навозовых, бобровых и других корифеев русской акварели, и пыталась объяснить, почему она до сих пор не придавала значения тому, что было сложено в шкафу, но затем ее благодушие, мягкость ее характера взяли вверх, она как-то смахнула свою досаду и обиду. К моим доводам во мне сразу проснулась свойственная мне страсть поучения и прозелитизма, присоединилась Четвертинская, и уже через час за чаем кризис миновал. Я перестал думать об отставке, и подбадриваемый киту строил планы один более грандиозный, нежели другой. А Мария Клавдиевна все более заражалась моим энтузиазмом. Расстались мы на том, что я сначала разберу то, что мне показано, и отдам переплетчику для вставки в паспорту все, что достойно быть включенным в избранную коллекцию, а затем займусь описью. Эту работу я должен был бы производить в одиночестве, ибо уже дня через два обе княгини отбывали в Париж. Во мне несомненно сидит рядом с другими личностями и форменный архивариус, ибо в тех занятиях, которым я с этого дня стал посвящать весьма значительную часть времени, я находил своеобразное и весьма большое наслаждение. Может показаться странным, как художник, как человек, и очень даже горячий, нетерпеливый и порывистый, мог надолго превращаться в кропотливого исследователя в педантичного регистратора. Однако это так, и эта черта осталась у меня на всю жизнь. Наряду с занятиями живописью и художественной критикой, наряду с моими музыкальными фантазиями, которым я в те годы все еще отдавал по крайней мере час или два в день, такие отступления в сторону работы архивного порядка являлись вовсе не какой-либо утомительной обузой, а скорее чем-то вроде отдыха. Устав затем от писания фишек, от справок по словарям и каталогам, я с особым удовольствием принимался снова за кисти краски или садился за рояль. И наоборот, почувствовав в процессе художественной работы, что меня покидает та нервная поддержка, то умственное возбуждение, которое называется вдохновением, я, ненавидящий простое, абсолютное ничего не деланье, находил полезное и даже освежающее развлечение именно в самых, казалось бы, сухих и скучных записях, сверках и так далее. Подобная же потребность в отвлечении в иные области и иные упражнения выражается у других в каких-либо спортах, в игре в карты, в рыбной ловле или просто в курении. У моего отца она выражалась зимой во всевозможной бумажной клейке, летом в садоводстве. Окончательный подсчет коллекции показал, что старинных вещей мало. Среди них, кроме упомянутого Гауденцио, нашлось шестьдесят сангин, оттисков сангин Бушардона, один рисунок Буше религиозного характера, одна батальная сцена, недостаточно хорошая для Ватто, но слишком хорошая для Парусселя, кое-что еще. Лучше был представлен, но тоже очень случайными примерами, без всякой системы, девятнадцатый век. Особенно было приятно найти отличную акварель с восточным сюжетом Декана, несколько хороших Джиганти, Корроди, Вианелли, целую серию акварелей Гильда Бранта. По мнению обеих княгинь, именно эти тридцать акварелей составляли главные лакомые кусочки. Наконец, среди старинных русских художников для меня настоящей радостью было найти рисунки тушью нашего раннего реалиста Щедровского, явившаяся как бы под пару к серии «Крики Парижа» Бушардона, а также рисунки и акварели Бриллова, Орловского, Егорова, Кипренского. Многое не было подписано, и пришлось авторство устанавливать посредством сравнений и других справок. Большую помощь мне при этом оказал как мой отец, так и отец моего друга Кости, маститый историк русского искусства Андрей Иванович Сомов, сам обладавший весьма значительным собранием рисунков и акварелей. Когда разбор коллекции был окончен и когда безусловный хлам был выделен и отложен в особый сундук, то я принялся за подробную опись, на что у меня уходило несколько часов в день. Над составлением описи Бенуа трудился около трех лет, включив в нее почти все акварели и рисунки, имевшиеся в те годы в Тенишевском собрании. Позднее опись продолжена не была и новые приобретения в нее не включались. Подробный каталог коллекции акварелей и рисунков княгини Тенишевой, снабженный подготовленными Бенуа детальными описаниями вещей и биографическими справками о художниках, хранится ныне в Смоленском областном музее изобразительных и прикладных искусств имени Коненкова. Журавлева подробный каталог акварелей и рисунков княгини Тенишевой составленный Бенуа в книге памятники культуры новые открытия ежегодник 1978 года Ленинград 1979 год страницы 378 392 Одновременно за работой у меня назревали планы на будущие времена. Я мечтал исходя из данного зерна создать настоящий и богатейший музей посвященный как русской так и иностранной акварели род добавления к армитажу и музею Александра Третьего. Я вступил в переписку с обеими княгинями надолго застрявшими в Париже. Несомненно в этих письмах многое выдавало мою неопытность и то известное все еще юношеское простодушие но намерения были наилучшие и кое-что мне все же в дальнейшем благодаря именно моей вере в наивность удалось достичь. По желанию княгини Тенишевой я отдал все что было мною откопано и что подлежало при совокуплении коллекции переплетному мастеру для вставления всех рисунков и акварелей в однообразный мундир в белое паспорту. однако я скорбел о том что при этом могли исчезнуть те старинные иногда очень изящные монтюры которыми люди 18 и первой половины 19 века любили окружать особенно рисунки. Поэтому переплетчику был дан наказ эти монтюры шокировавшие вкус княгини сохранять и прятать под престолем. К занятию Тенишевским собранием вскоре прибавилось другое дело а именно брат Леонтий затеял составление толкового словаря русских архитекторов который он задумал издать на свой счет и подготовительную работу к которому он поручил мне. К сожалению эта затея за которую я принялся сначала с большим рвением постепенно стала тормозиться вследствие невозможности отдавать ему много времени. Надо сказать что денежное вознаграждение было только обещано вперед и оно никогда не было толком обусловлено. По существу же составление словаря меня интересовало но только насколько я был увлечен биографиями наших чудесных зодчих восемнадцатого и первой половины девятнадцатого веков настолько было скучно и нудно собирать сведения о всех тех кто в моих глазах не заслуживал ни малейшего внимания. К осени моя работа заглохла и главным образом потому что сам Леонтий совершенно охладел к своей затее. Менее всего за время нашего возвращения из заграничного путешествия и до переезда на дачу мне удавалось заниматься личным художеством. Я успел за эти месяцы только разработать некоторые из привезенных с собой этюдов. Главным образом мне хотелось запечатлевать в акварелях значительных размеров то незабываемое впечатление что произвел на меня Лимбургский собор. Я сделал по крайней мере четыре варианта этой картины и однако мне так и не удалось передать самое настроение вызываемое этим памятником и всем его окружением. Мучился я и с технической стороной пытаясь то так то сяк превозмочь свое неумение найти какую-либо манеру теперь бы мы сказали трюк чтобы маскировать это неумение при этом сказывалась не только неопытность но и всякие мои природные дефекты побороть которые да и то не вполне удалось лишь гораздо позже посредством долгой и упорной борьбы с ними то были нетерпеливость неряшливость быстрое утомление и вызываемые им разочарования и так далее меня мучило сознание что я не обладал ни выправкой ни вкусом моего отца и моих двух братьев лишь много позже посредством упорной борьбы я научился своему ремеслу одолел его смог им распоряжаться свободу глава шестая наша первая дача наши характеры мартышкина ох как тяжело было покинуть родительский дом правда нам было немного тесно в квартире в которой кроме нас и папы жило все семейство сестры Кати однако то был все же с самого моего рождения мой дом с чем я сросся до такой степени что мне казалось просто немыслимым существование в ином месте и хотя бы в обществе любимой жены но иначе смотрела на положение сестра Катя и по-своему она была права она и ее пятеро детей старшая дочь Соня воспитывалась в Николаевском институте и лишь во время каникул присоединялась к остальным все принуждены были умещаться в трех комнатах тогда как мы вдвоем занимали целых две понятно что Катя желала чтобы мы выселились и при всей ее воспитанности и природной деликатности ей не удавалось вполне скрывать это свое желание возобновленные поиски дачи привели к некоторому идеальному компромиссу между нашими и Кати желаниями она нашла для себя и для папы подходящую очень поместительную двухэтажную дачу в деревне Мартышкино близ Араненбаума и как раз рядом с ней оказалась принадлежавшая тому же хозяину неказистая с виду но для нас двоих вполне достаточная избушка с большим садом доходившим до самой шоссейной дороги соединяющей Петергов с Араненбаумом меня с детства тянуло именно к этим местам и напротив сердце мое не лежало к противоположному берегу Финского залива к Финляндии меня отпугивали ее серость и суровость и какая-то во всем скудность впоследствии я по-должному оценил и Финляндию я наперед был уверен что в Финляндии я ничего не найду для себя вдохновительного а мне как раз ужасно хотелось это первое лето которое мы должны были провести целиком на лоне природы живя совершенно самостоятельной жизнью использовать для усиленной художественной работы за время заграничного путешествия я уяснил себе свои недочеты и теперь рассчитывал что если я с особым усердием и с методой буду рисовать и писать с натуры то я эти недочеты искореню и тогда стану настоящим художником мартышкино скромное дачное место и особенно таковым оно было в те годы более полувека назад за исключением десятка крупных дач в одной и поселились папа с Катей в остальном это селение состояло из деревянных домиков дачного типа с небольшими садиками стоявшими в перемешку с крестьянскими домами и угодьями местные крестьяне жили в малокультурных условиях грязновато и бедно но держали они себя с достоинством и даже небезызвестной гордостью скандалов среди них не возникало кабака в мартышкине и вовсе не было и к тому же народ этот был богомольный их кирха простой но благородной архитектуры возможно то было произведение самого Кваренги возвышалась довольно живописно на краю того кряжа что тянулся вдоль берега моря и шоссейной дороги самое слово мартышкина имеет в себе нечто смешное и дачники всячески острили насчет этого названия однако надо думать что происходило оно не от мартышки обезьянки а по всей вероятности от какого-либо мартына мартина владевшего когда-то еще при шведах этой местностью об этих былых шведских временах свидетельствовал еще тот склеп 18 века который стоял на краю мартышкинского кладбища и который был полон гробов прежних местных владельцев этот склеп и другой грандиозный загадочный памятник в нем придавали особую романтическую нотку мартышкину и к этой достопримечательности я еще вернусь в дальнейшем главная прелесть мартышкина заключалась в том что это селение расположено у самого моря от которого оно отделено лишь неширокой полосой песочных дюн местами сплошь вдоль берега тянутся и огороды на которых разводились земляника клубника и малина окаймленные древними высокими соснами особенный характер придавали как раз тому виду что растилался перед нашими дачами рыбацкие хижины очень убогие очень покривившиеся очень почернелые но тем более живописные тут же между ними сушились сети рыбаков а у мостиков служивших местами причалы были привязаны неуклюжие их лодки эти рыбаки были пришлыми великороссы поселявшиеся здесь для своего промысла только с весны до осени и в каком-либо общении с туземцами не находившиеся их было человек пятнадцать не больше и жили они холостой жизнью пищу свою они обыкновенно готовили на расположенных у избушек кострах что также служило живописности море и стлавшиеся над ним небо часто меняли свою окраску и свое настроение это особенно дразнило и возбуждало нас художников то есть меня старшего племянника Женю Лансере а также моего закадычного друга Костю Сомова проживавшего на даче с родителями близ станции Лигова но часто приезжавшего к нам дня на два на три приезжал с ним и старший его брат толстяк Саша большой шутник и балагур но не одни пески дюн и огороды тянулись вдоль берега недалеко от них в сторону Аронинбаума была расположена небольшая роща низкорослых сосенок с тех пор ее распродали под дачу она навевала мне какие-то мечты о древней Элладе и я прозвал ее поэтому Орфеевой рощей стволы этих сосенок были до удивления корявые на все лады изогнутые морскими ветрами с полуобнаженными корнями они казались какими-то завороженными существами превращенными за провинность в деревья совершенно сказочной Орфеева роща становилась когда заходящее солнце обдавало ее огненно-красными лучами а от стволов по оранжевым пескам протягивались и сплетались яркие зеленовато-голубые тени на восток от нас тянулся береговой лесок через который протекал к морю ручей а еще дальше у букета раскидистых ив ютился в неглубокой ложбине деревянный осевший на один бок домишко с несуразно огромной кирпичной трубой полуруина эта была своего рода знаменитостью славившейся на всю округу в ней выпекались так называемые выборские крендели лакомые до которых люди приезжали иногда и в очень шикарных экипажах даже из Ароненбаума и из Петергофа а кто же мог остаться равнодушным к этим кренделям раз отведав их в меру сладковатые пахнувшие не то кардамоном не то ванилью изумительно белые внутри изумительно ровно бурые снаружи они попадая кусочками в рот наполняли все существо каким-то особенным ни на что не похожим и прям-таки благороднейшим блаженством вероятно пеклись они особым образом и по древнему рецепту сохранившемуся со шведских времен и то еще было в этих кренделях аппетитно что на оборотной стороне в морщинках запеченного теста застревали соломинки как это случалось и в русских сайках еще одной редкой для петербургских окрестностей диковины могло гордиться мартышкина то было его кладбище издали имевшие вид рощи с лиственными деревьями это кладбище было расположено вне селения далеко от берега за полотном железной дороги мартышкинским кладбищем я заинтересовался еще в юношеские годы когда дойдя по железнодорожной насыпи до мартышкина увидал в отдалении небольшое каменное здание очень необычайной архитектуры стоявшее на самом краю обрыва среди высоких берез особенность этого здания заключалась в том что над ним выселся фронтон имевший форму полого круга характерный мотив барокко под этим же фронтоном виднелась окованная железом выкрашенная в черный цвет дверь и по сторонам ее два круглых забранных решетками оконца каково же было мое изумление когда влезший на кучу кирпичей я увидел через одно из оконец совершенно голую выбеленную внутренность этого домика или часовня и в ней целую гору старинных гробов разнообразных форм и величин тут были и просто деревянные ящики и железные саркофаги с гербами и гробы до странности большие и крошечные детские они громоздились в беспорядке друг на друге и занимали почти все квадратное в плане помещения этого открытия уже было достаточно чтобы впасть в тот специфический восторг который меня охватывал тогда при всяком соприкосновении с чем-либо таинственным и к тому же потусторонним этот восторг еще усилился когда проникнув дальше в кладбище я оказался перед памятником куда более внушительным и самого мрачного характера он имел форму усеченной пирамиды покоившейся на как бы вросших в землю дорических колоннах пирамида на четырех углах основания была уставлена задрапированными урнами все это из сурового почерневшего от времени гранита на черной же доске пригвожденной на недосягаемой высоте к передней стенке мавзолея значилась надпись смысл которой к сожалению было невозможно угадать так как три четверти ее бронзовых золоченых букв выпали и пропали достаточно впрочем было одного слова мученики оставшегося целым чтобы обострить любопытство до крайности если же очень напереть на одну из створок железной двери замыкавшей этот склеп то можно было через образовавшуюся щель увидеть внутренность слабо освещенную сверху через отверстия имевшие форму полулунок здесь стояло всего три железных гроба два больших и один детский а остальное помещение было пусто не содержал ли этот склеп останки тех галштинцев что состояли при особе Петра Третьего по некоторым сведениям все эти галштинцы были перебиты в дни переворота 1762 года и возможно что это Павел Первый по восшествии на престол пожелал подобным грандиозным монументам почтить память тех кто пал оставаясь верным своему государю возможно что в гробах склепа лежали трупы офицеров тогда как солдаты были погребены просто в земле или же погребены в той окруженной стенкой квадратной площадке что находилась у шоссейной дороги не доезжая Мартышкина и что тоже всех крайне интриговало дача в которой поселились папа и Катя с детьми была очень большая деревянная в два этажа с двумя большими застекленными верандами и стенистым садом за невысоким забором весь облик ее был господский барский наша же избушка хотя и имела мезоним под крышей являла самый скромный и деревенский вид я себе под рабочий кабинет выбрал угловую ближайшую ко двору отделявшему нашу дачу от папины рядом комната в два окна служила спальней а третья с дверью на садовое крылечко столовой впрочем в хорошую погоду столовой служила нам и самое это крылечко и на нем особенно приятно было пить утром кофе который моя Атя чудесно готовила а в очень жаркие дни хлебать холодные супы окрошку и ботвинью кухня лежала ниже дачи с окнами затемненными густой листвой раскидистого дерева от древности кухня несколько покосилась но это придавало ей только лишнюю живописность сад состоял почти исключительно из молодых березок от них особенно в первые еще весенние дни по нашему вселению шел бальзамический чуть горьковатый дух а более сладкий и манящий тянулся из папиного сада с его кустами сирени густо покрывшиеся цветами пахло и посаженными погрядом резидой гелиотропом левкоем и душистым горошком наше настоящее супружеское существование лишь теперь начиналось в обстановке собственного хозяйства и собственного бюджета и естественно что это существование не получило сразу полной налаженности семейный мир в общем нам обоим удалось соблюсти до самой старости но совсем без недоразумений и ссор все же не обошлось и эти наши размолвки бывавшие и до брака с первых же недель нашего отделения от родительской опеки получили новый оттенок точнее к прежним совершенно ребяческим мотивам для ссор прибавились новые хозяйственные и подчас как раз ссоры возникавшие на этой почве обнаруживали с большей ясностью те к счастью вовсе не очень существенные различия что были в наших личностях и характерах спешу тут же объяснить окончательно по этому неприятному вопросу я отнюдь не желал бы чтобы сказанное создало впечатление что наш брак получился не столь счастливым было бы грешно не почитать все наше прошлое в целом как некую исключительную милость божию как некое проявление рая на земле мы были безумно влюблены друг в друга в момент нашего соединения и таковыми же остались до сих пор то есть не только любящими и уважающими друг друга супругами но и пламенно влюбленными один в другого писано в 1940 году самая наши размолвки всегда носили быстропроходящий характер, и каждое примирение, запаздывавшее лишь в самых редких случаях на несколько часов, служило какому-то усилению этой нашей сердечной и душевной близости. Главное несчастье детства и юности моей подруги был тот раздор, что царил между ее родителями. Причем вполне естественно получалось, что дети в этом раздоре склонялись на сторону матери против отца. Я, кажется, уже говорил, что Карл Иванович представлял собой олицетворение немецкой прямоты и дотошности. В области домашней экономики он был непримиримым врагом всякой расточительности. И это возмущение он испытывал не только в случаях появления настоящей расточительности, их, пожалуй, и не бывало в столь скромном хозяйстве, но и в случаях совершенно безобидных и ничтожных. Добрейший, необычайно милый и деликатный старик, молодым ни я, ни Атя его не знали, тогда становился довольно неприятным и придирчивым, причем он не обладал свойством легкой отходчивости. Он мог в продолжении нескольких дней дуться, бубнить себе что-то под нос, а моментами колоть своих антагонистов, женой и детей, упреками, причем он постоянно возвращался к тем же обвинениям, и это иногда по поводу самых пустяков. Елизавета же Ивановна Кинт представляла полный контраст мужу. И она была немко-балтийка, она и по-русски говорила не совсем правильно, но характер у нее был менее уравновешен. Она была легко воспламеняющаяся натура, причем в ней было нечто такое, что роднило ее с пресловутой славянской душой, нечто широкое, какая-то неудержимая потребность к размаху, особенно в отношении всяческого баловства детей, а также гостеприимства и угощения. В отношении самой себя она впадала в другую крайность. Она годами не меняла своего гардероба, а питалась чем попала. Зато в том, как кормить детей и гостей, она не терпела никаких стеснений и ограничений, и ее величайшей радостью было накормить и тех, и других до отвалу. Нередко и я становился жертвой таких угощений, доброй Елизаветы Ивановны. Эти угощения были отменного качества. Какие знаменитые Black Kuchen она умела печь. Один такой пирог изготовлялся ежегодно специально ко дню рождения Альбера. Но я все же их побаивался, ибо бывало, что лишь с трудом одолеешь то, что она наложила на тарелку, а тут же сваливается не менее внушительная порция. Вот именно такие Волтасаровы угощения и раздражали экономного папу Кинда. В этом он даже усматривал нечто вроде преступления, а потому мама Кинд старалась иные из этих угощений от мужа скрывать. Причем в таком заговоре должны были участвовать все. Что было нетрудно, так как по делам службы или из-за уроков в разных концах города Карл Иванович часто отсутствовал из дому. Вечера же несколько раз в неделю он проводил в своем немецком клубе «Пальма». Гигантские пироги и окорока при опасности возвращения папаши прятались, а в лицо она ему лгала, иногда против всякой очевидности, и когда по всей квартире стоял предательский и очень соблазнительный запах скрытого кушания. Все это было сущим вздором, но этот вздор и особенно это лганье создали специфическую и иногда довольно тяжелую атмосферу в уютном киндовском доме. А от частого повторения таких сцен и от состояния такой войны в детях, которые всегда были на стороне матери, нарушалось уважение к отцу и вырабатывалась даже известная к нему враждебность. В них утверждалось убеждение, что добрейший Карл Иванович скариден, что он тиран. И одновременно утверждались известные неколебимые принципы. Широкость натуры, щедрость, хлебосольство превозносились как великие добродетели, и напротив расчетливость и экономия, приспособление бюджета к материальным условиям момента считались тяжелыми пороками. Такие правила жизни заразили и натуру моей, в общем, такой умственно и нравственно здоровой Ате. Правда, материнские черты не доходили в ней никогда до каких-либо абсурдных эксцессов. Вообще она всегда оставалась в границах благоразумия, и, усматривая свои ошибки, каялась и старалась от них отделаться. Но, тем не менее, при всяком намеке моего вмешательства в ее область хозяйки, она испытывала раздражение, в ее речах появлялись особые нотки, ужасно не шедшие ко всему ее облику. И я далек от скаридности, а в вопросах финансовых я даже хуже разбираюсь, нежели она. Я, скорее, склонен к совершенно неразумным тратам, но все же где-то во мне сидит нечто унаследованное от матери, от дедушки и бабушки, нечто, что носит следы французской расчетливости, немецкой точности и итальянской пунктуальности. Это особенно проявляется в моменты кризисов нашего бюджета. Когда я готов прибегать к чрезвычайным мерам экономии и к крупным сокращениям, таких кризисов у нас за всю жизнь было немало. И вот именно тогда моя подруга оказывалась неспособной на подобную эквилибристику и даже обнаруживала к ней враждебные отношения. Надо ли при этом прибавить, что в основе всего ее существа лежал какой-то абсолютный оптимизм, неколебимая вера в то, что именно в надлежащий хотя бы последний момент явится спасение, и не был случая, чтобы эта ее надежда не исполнилась, тогда как я от природы скорее подобен Фоме неверующему, к особе которого я даже чувствую душевную симпатию. Теперь я высказался по этому поводу и постараюсь более к нему не возвращаться. Что же еще рассказать о нашем первом супружеском лете? Как выразить то почти сплошное блаженство, в котором мы пребывали, когда каждое утро начиналось с того, что, проснувшись, я видел нашу спальню, залитую зеленым отблеском деревьев нашего сада, а на подушке рядом милый профиль любимой женщины. И вот этот любимый человек уже поспешно накидывает легкий халат и, ступая босыми ногами по некрашенным доскам нашей избушки, бежит в кухню давать распоряжение относительно кофея, живительный аромат которого вскоре распространяется по комнатам. Потом я слышу, как жена моя плещется около умывальника. Впрочем, на это предварительное мытье полагается всего минут десять, тогда как на окончательное приведение себя в порядок, уже после кофе, уходило значительно больше времени. Ко мне же, продолжающему валяться в постели, взамен упорхнувшей хозяйке вскарабкивается наш черный, как смоль, котик Мур, подаренный весной моей старенькой кузиной Катенькой Романовской. С раннего детства и до старости я любил кошек и, пожалуй, предпочитал их собакам, но домашняя прислуга была всегда против них, и я не успевал завести такую зверушку, поставщицей их всегда была та же кузина Катенька, как уже Ольга или Степанида их куда-то спроваживали. Теперь же, казалось, никто не отымет у нас нашего очаровательного дружка, а дружок с каждым днем становился интереснее и забавнее. И какой курьезный контраст получался между этим красавчиком-аристократом в его черном, гладком, как атлас, одеянии, и нашей собачонкой, бойкой-чумичкой, белая, но всегда запачканная шерсть, которая торчала во все стороны, что, впрочем, ей было к лицу, к ее дурацкой, простецкой, вечно недоумевающей морде, похожей на мордашку петрушки. От того ли, что у нас была эта собачонка, или от того, что мы оба были вообще поклонниками животных, но наша дача вскоре сделалась сборным пунктом всех мартышкинских псов. Началось с того, что Атя стала прикармливать хозяйскую кудлатую вертлявую овчарку, для которой на балконе крылечка ставилась никогда не оскудевавшая чаша со всякой снедью. Эта же мурза имела совершенно исключительный успех среди представителей собачьего мужского пола, и, благо, калитка нашего сада всегда оставалась открытой, к нам, к ногам этой мурзы, стали стекаться самые разнообразные и по виду, и по росту, и по характеру, и по общественному положению претенденты. Должен покаяться, что меня эти сборища очень забавляли, и я даже пользовался ими для зарисовок всевозможных песьих типов. Однако постепенно положение сделалось неудобным, так как целыми днями у нашей дачи слышались ворчание и лай, а моментами страсти разгорались до настоящих поединков, на которые мурза, подползши под стол, поглядывала через космы своей свешивавшейся на глаза шерсти. Увы, вся эта собачья романтика кончилась для нее плохо. Хозяин дачи, как-то рассверепев против мурзы, недолго думая, утопил ее в прудике у реченки. Своего котика Мура и свою бойку-чумичку я много раз пробовал изобразить на бумаге, но нам этого было недостаточно, и, наконец, мы отвезли их обоих воронинбаум к заправскому фотографу. Операция съемки не так легко далась, особенно кот никак не желал посидеть хотя бы полминут спокойно. А то и дело ускользал то под кресло, то под стол, а то забивался среди всякой фотографической бутафории. Но общими усилиями мы все же обоих соединили в группу и вышли оба наши любимца очень похожими на кабинетные карточки. Что же касается до моего художества, то оно приняло с первых же недель жизни на даче характер известного запоя. Потерянное до сих пор в относительном безделье время, я теперь решительно наверстывал, не расставаясь с альбомами, и заносил в них все, что мне представлялось ценным в живописном отношении, да и вообще все, что меня поражало и что меня понуждало к изучению. А таких подстрекательств я находил на каждом шагу, начиная с нашего уютного садика. Но любимым моим местом все же в Мартышкине был морской берег, помянутые дюны, состоявшими на них избушками рыбаков, и Орфеева рощи. В первое же утро, выйдя из нашего садика, я остановился в совершенном очаровании перед тут же развернутой, как бы просвечивавшей через серебряную дымку картиной. На море стоял мертвый штиль, и в маслянисто-зеркальной поверхности его отражались громоздившиеся на горизонте пухлые белые облака. Все это так чарующе сочеталось с тонами песочных оврагов, а также с черневшими ветхими бревенчатыми постройками. Только к концу лет, когда все, что было в близком соседстве от нашей дачи, было мной изрисовано, я стал уходить на более далекие прогулки — на Мартышкинское кладбище, в Аронинбаум и даже раза два в Петергов. До городских ворот Аронинбаума, построенных в классическом стиле, было всего четверть часа ходьбы. Но меня тянуло дальше, ко дворцу, и особенно к прелестному павильону катальная горка. От длиннейшего спуска горы, с которого еще мой отец в двадцатых и тридцатых годах скатывался на особых саночках на колесиках, не осталось уже давно никаких следов. Но то грандиозное здание, от которого когда-то и шел спуск горы, это здание павильона, стояло в полной сохранности. В моих прогулках почти всегда меня сопутствовал Женя Лансере, живший рядом на большой даче вместе с дедом, матерью, братом Колей и сестрами. Для меня было большой радостью видеть его удивительно быстрые успехи, и особенно то чувство, которое он с такой остротой и так естественно, без какой-либо подчеркнутости, умел вкладывать в свои этюды с натуры. Но Женечка был и очаровательным товарищем. От отца он унаследовал известную легкость возбуждения, но у него она лишь очень редко переходила в раздражение, тогда как у Евгения Александровича Лансере вследствие тяжелой болезни принимала почти всегда весьма неприятный раздражительный характер. У Жени эта легкость возбуждения придавала его речам и мнениям что-то задорное, особенно когда он отстаивал какой-либо свой идеал, а он был пропитан идеалами. Евгений Евгеньевич таким юноше-идеалистом, безупречно чистым в своих устремлениях и остался на всю жизнь, вопреки всяким посторонним воздействиям и тому, что крутые горки жизни любую сивку способны укатать. Но если он и сейчас, когда ему пошел седьмой десяток, должен все еще быть отнесен в разряд самых милых и благородных людей, то все же тот двадцатилетний Женя Лансере был еще куда более прелестен. Писано в 1940 году. Это была какая-то олицетворенная поэзия. И не мудрено, что наша дружба, начавшаяся еще тогда, когда я сам только начинал становиться молодым человеком, а он едва выходил из детского возраста, именно в это лето углубилась в чрезвычайной степени. Много значило и то, что моя жена вполне разделяла мою склонность к племяннику. В нашем быту он играл ту роль, которую в других семьях играют братья. Мои же братья и сестры оставались нам менее близкими, будучи настолько лет старше нас. Женя Лансере тогда уже готовился быть художником. Его толкали на то не одна семейная традиция и влияние, но и самое подлинное призвание, то, что называется художественная натура. Но ни ему, ни мне, служившему тогда чем-то вроде ментора, не представлялось возможным достичь полного развития, оставаясь в России, и особенно в той специфической буржуазной атмосфере, которая царила у нас в доме. Его тянуло на простор. И эта тяга обозначилась с особой силой после нашего возвращения из заграничного путешествия и после всех моих восторженных рассказов. Но не в Италию Жене хотелось ехать. Считалось, что современная Италия ничего не может дать для образования художника. А его манил Париж, за художественной жизнью которого мы пытливо следили по книгам и журналам и не покидая родины. У Жене были такие же кумиры среди современных французов, как и у меня, и у всех у нас, но, пожалуй, он ими увлекался с еще большей пламенностью. И естественно, что, зная их почти исключительно по воспроизведениям, хотел их увидать во всей их красочности и в настоящую величину. Кроме того, его манил сам Париж как город. И особенно его стал он манить, слушая энтузиастские рассказы Берли и Бакста. Последний уже два раза за последние три года побывал в Париже, восторгавшихся решительно всем парижским, не исключая даже и самых неприглядных его сторон. Ближайшим, до некоторой степени стимулом к тому, чтобы Женечка отпросился у родителей в Париж, послужило возвращение среди лета из поездки во Францию Валечке Нувеле. Валечке, собравшемуся объехать весь север Франции, было мной при отъезде поручено накупить больше фотографий с разных замечательных памятников, главным образом готических. И одно разглядывание этих чудес преисполнило меня и Женю желанием, не откладывая, увидать все это в действительности. После некоторого колебания Катя и согласилась с моими доводами, что Жене нужен Париж. И юноша был отправлен в Новый Вавилон один, но снабженный всевозможными советами и рекомендациями. Это произошло в осеннюю пору, и тогда, когда и папа, и все лансерята уже покинули Мартышкино и водворились обратно в городскую квартиру. Мы же оставались еще на даче, так как считалось неблагоразумным произвести переезд Ате слишком скоро после родов. Женя приехал прощаться к нам. И мы его уложили в ту комнату для гостей, другой не было, в которой, к сожалению, неистово возились и визжали мыши и крысы, избравшие себе местом боев или амуров пространство между стеной и отставшими от нее обоими. Возможно, что этот инфернальный шум навеял Женечке какой-то чудовищный кошмар. Во всяком случае, свое одиночное и последнее перед отъездом пребывание у нас он ознаменовал ужасающим воплем, напугавшим и нас, и его самого. Эти крики во сне у нас нечто семейное. Я тоже, стоит мне заснуть с рукой на сердце, как неминуемо мне снится что-либо до того страшное, что я начинаю вопить благим матом. Незадолго до отбытия Жени в Париж к нам в Мартышкино нагрянул Сережа Дягилев, всего за день до того, вернувшийся из своего первого систематического и планового объезда Европы. Сережа с 1890 года, когда он явился из Парижа, и до этого, 1895 года, уже раза два или три побывал в чужих краях. Но это было скорее увеселительные поездки, которые он совершал вместе с Димой и которые производились без всякого предварительного плана. Да, кажется, и путешествия в настоящем смысле никакого и не бывало, а оба кузена просто прямо отправлялись на юг Франции, в Ниццу или в Канн, проводя все время посвященное отдыху у знакомых, кажется, чаще всего у дервизов. Напротив, в 1895 году Сережа отправился один и не только объехал разные знаменитые города, но и систематически осмотрел все главные достопримечательности и одновременно посетил ряд великих людей. Мало того, войдя по достижении совершеннолетия в обладание доставшегося ему от матери наследства около 60 тысяч рублей, Сережа решил значительную часть этого капитала истратить на свою обстановку. Ввиду этого у меня с ним до отъезда было несколько совещаний, и я ему составил рот наказа, что именно надлежит видеть и что было бы желательно, чтобы он приобрел. Я помню, как он стал мне горячо каяться в своем безвкусии, в разных совершенных промахах и как я его успокаивал и утешал. В то же время я не упустил случая, чтобы особенно решительным образом требовать от Сережи, чтобы он уж больше не сходил с того пути, на который он ступил. Первым делом надлежало выбросить к черту всю заполнявшую Сережину квартиру безвкусицу. Главным образом — отвратительную мебель, так недавно представлявшуюся Сереже каким-то верхом великолепия. Да и картинам Яндогурова, Кившенки, Лагорьева не было более места на Сережинах стенах, и он должен был постараться привезти из Европы образцы хорошей живописи — Менцеля, Беклина, Ленбаха, Кювейда, Шаванна и тому подобное. Я дал ему рекомендательное письмо к нашему дальнему свойственнику Гансу Бартельцу, жившему в Мюнхене и стоявшему тогда в зените своей славы, и другое письмо к только что обретенному мной новому другу Мариану Фортуни. Я считал, они оба согласятся пилотировать русского юношу по мастерским художников и по антикварам, и этот мой расчет оказался верным. Уже среди лета откуда-то пришло от Сережи к нам в мартышкино письмо, отражающее то душевное состояние, в которое он впал, посетив в рекордный срок баснословное количество музеев и лично познакомившись с самыми вершинами художественной, литературной и музыкальной жизни Запада. В том же письме он в шутку изъявил намерение назначить меня хранителем музея Сергея Дягилева, с намеком на то, что уже значительный вклад в такой музей он приобрел и везет с собой. А затем он лично сам явился к нам в мартышкино, изысканно по-дорожному одетый, пахнувший особыми духами, розовый и точно пьяный от восторга, что может стольким похвастаться и удивить. Привез он и дары как мне, так и моей жене. Ей какие-то модные безделушки, мне хороший рисунок Макса Либермана, изображавший старушку-галанку, занятую бельем в своей светлой комнатке. Хоть я и не был уже таким рьяном поклонником этого мастера, я все же был сердечно тронут вниманием друга, и рисунок этот в своей оригинальной раме украшал мою квартиру до самого конца моего пребывания в России. Нас же самих, меня и Атю, Сережа чуть было не задушил в своих объятиях. А рассказывать он принялся, еще не присев, не закусив. Рассказ был путанный, говорил он, захлебываясь, перескакивал с одного сюжета на другой, то описывая любезный прием, встреченный им со стороны Гуно, Сен-Санса, Пювиде Шаванна, Золя, Либермана, Даньяна Бувре, то вспоминая с благодарностью о том усердии, которое проявил Ганс Бартельс, водивший его три дня по мюнхенским знаменитостям с Ленбахом во главе. Глава 7. Рождение дочери Это самое лето 1895 года было в нашей семье ознаменовано несравненно более значительным событием, нежели все до сих пор рассказанные. Именно 13-го, 25-го по новому стилю, августа у нас родилась дочь. Произошло это в шесть часов утра, при самых благополучных обстоятельствах. Едва ли, однако, сама роженица могла считать благополучным все то, что она вытерпела в те часы, когда она производила на свет своего первого ребенка. Но тревожного во всем этом, слава Богу, не было ничего. Семейная наша акушерка Софья Яковлевна, когда-то способствовавшая и моему появлению на свет, прибыла и поселилась у нас за несколько дней. Все нужное для новорожденного было заготовлено, и роженица чувствовала себя все время прекрасно. К самому моменту, вернее, еще накануне вечером, пожаловала из соседнего Бобыльска наша Бельсуар Мария Александровна. До наступления страданий я оставался в спальне, и между всеми нами шла самая обыденная беседа. Когда же бедная моя Атя первый раз вскрикнула, как ужаленная, меня выпроводили, и я с тех пор бродил несколько часов вокруг дачи и даже доходил до Орфеевой рощи, но особенно раздирающие крики доносились и туда. Впустили же меня обратно в спальню, когда все было совершено. Свою жену я застал все еще с взбудораженным блеском в глазах, с лихорадочным румянцем на щеках, но и с необычайным выражением счастья на лице. У груди жены лежал запеленутый младенец, показавшийся мне необычайной величины, и это существо с жадностью сосало грудь. Какого-либо особенного рода умиления я, по правде говоря, не испытывал при этом первом знакомстве с нашим ребенком, мне вовсе не захотелось, например, заплакать от счастья. Скорее, я продолжал себя чувствовать неловко. И то же ощущение какой-то глупой роли я ощущал и при рождении двух других наших детей. Скорее, я был удивлен и тем, что я вместо какой-то бесформенной массы вижу вполне сформированного человечка, с головой, покрытой густыми черными волосами и с темными глазами, необычайно зорко и внимательно поглядывавшими во все стороны, я бы даже сказал, всматривающимися. Утро и весь день выдались чудесными, яркими и теплыми, с прелестнейшим ветерком, дувшим с моря. Часов около девяти началось обычное воскресное оживление. Толпа разряженных дачников неспеша потянулась к той маленькой деревянной церковке, которая в то лето была построена у самой шоссейной дороги. И я попробовал проникнуть в нее, но после нескольких попыток удовольствовался выстоять обедню снаружи, вместе с массой других молящихся, которым тоже не удалось войти. Впрочем, отчетливо доносились слова священника, пение и чудесный запах ладана. До чего все это было прекрасно? Прекрасны высокие, могучие, красностволые сосны, осенявшие своими густыми шапками сей скромный храм Божий. Прекрасно тихое, гладкое море. Прекрасными казались мне даже все эти столь разнообразные между собой люди, так чисто одетые для праздника, такие благонравные, так умилительно преклонявшие колено прямо на траве. С этого момента у нас оказалось в доме две Анны, две Ати. Одна получила прозвище большой, другая маленькой. За это лето произошло вообще сближение между большой Атей и семьей моего брата Леонтия, жившего на своей даче в Бобыльске, верстах в трех от Мартышкина. Нередко то Мария Александровна с одной из трех дочерей, то вся семья брата заезжала к нам на своих белых в яблоках лошадях. Иногда за нами двумя, до рождения Ати маленькой, присылались дрожки, и в какие-нибудь четверть часа мы оказывались в Бобыльске, где мы бывали всегда роскошно угощаемы завтраком или обедом. Однако в Бобыльске принадлежность к художественной семье не выражалась ни в чем, несмотря на всю природную талантливость Леонтия и на то, что он всегда был завален весьма значительными работами. Напротив, все члены семьи были там заняты либо плаванием на парусных лыжах, либо прогуливались на велосипедах, особенно же много времени отдавалась игре в теннис. Играли все, и даже кубарек Мария Александровна, и даже сам довольно пузатенький Леонтий. И она, и он видели в этом упражнении средства для похудения, что, однако, на самом деле не оправдывалось. Оба супруга приобрели значительную ловкость, прыгали как мечи и возвращались с грунта, обливаясь потом. Леонтий после такой бани, паровой бани, любил, если располагала к тому погода, сразу выкупаться в море. Благо была собственная купальня, которой вели мостки от самого сада дачи, и можно было пробежать к ней и от нее, закрываясь простыней. Только теперь мой брат начал ценить мою жену, в отношении которой он до тех пор был предубежден более, чем кто-либо из моих родных. С особенным же участием относилась Катя, ее недавняя ненавистница, жена Леонтия Машенька, что выразилось, между прочим, в том, что она пожелала присутствовать при родах первого нашего ребенка. Впрочем, трудно было в точности разобраться, что руководила Мария Александровна в данном случае, действительно ли чувство симпатии, или же говоря грубо, то было характерное бабье любопытство, которое толкает женщин на всякие зрелища семейного порядка и на известное соприкосновение с главным явлением жизни, с появлением на свет новых существ, с болезнями, со смертью. Покинули мы дачу поздно, и уже тогда, когда все соседи, в том числе и папа с Катей, уже недели две как успели водвориться обратно в город. При этом верные петерговским традициям нашей семьи, мы для возвращения в Петербург брали морской путь. Как раз в день такого переезда пароходы делали свои последние перед закрытием сезона рейсы. День выдался ясный, море было спокойно. На пристань нас доставил экипаж Леонтия, который с семьей оставался на даче до конца сентября. Пароход был почти пустой. В первом классе было не более десяти человек. Этот наш переезд по Финскому заливу мне запомнился с особой отчетливостью. Помню Атью Большую в осеннем пальто с закутанным ребенком на руках, сидящей в верхней каюте. Помню, как тут же строгательным усердием возилась со всякими пеленками и одеялами симпатичнейшая Маша, нанятая за несколько дней до нашего переезда и успевшая за короткий срок всем сердцем привязаться и к нам, и к малютке. Это Маша. Осталась затем у нас на службе целый год, и расстались мы с ней только когда уехали надолго за границу. Запомнилось и то, что, выйдя на палубу у капитанской рубки, мы повстречались с супругами Сабанеевыми. Оба необычайно участливо относились и ко мне, и кате. В ответ же на какую-то мою фразу о том, что вот я теперь совсем готовый человек, глава семейства, несущая значительно большую ответственность, пора ради подумать серьезно о заработке, Евгений Александрович вспомнил поговорку «Послал Бог роток, пошлет и кусок». Вероятно, эти слова потому и мне, и моей жене запомнились, что мы были удивлены встретить такую милую простоту со стороны этого довольно вообще заносчивого и грубоватого человека. С Сабанеевыми мы, впрочем, еще встретимся в дальнейшем, и даже при обстоятельствах, вовсе не похожих на столь идиллические, как данные. Напротив госпожа Сабанеева была весьма утонченная дама, она отвоевала себе известное положение на почве официозной благотворительности даже в кругах, соприкасающихся с высшими. Она заседала в разных комитетах, и это помогало ей всячески оберегать карьеру своего мужа, а то, когда и где нужно, и проталкивать его. Глава восьмая. Первый год на собственной квартире. Поиски квартиры начались еще летом. Для чего я несколько раз приезжал в город и обозревал все, что отдавалось в наем. Причем мне не хотелось очень удаляться от родной улицы Глинки. В конце концов, подходящая квартира и была найдена на самой этой улице и прямо наискось от дома Бенуа. Таким образом, помянутая операция произошла с наибольшей легкостью и с наименьшей затратой силы средств. Свой дом я продолжал видеть каждодневно, как только выходил за ворота, да и продолжал я в нем бывать то у папы, то у братьев Михаила и Альбера, очень часто. Для выдворения нашей мебели на место не потребовалось вазов, а все было перенесено на руках. Частью из занятых нами двух комнат родительской квартиры, частью из каретного сарая, куда за год до того было отставлено все, что составляло преданное моей жены. Дом номер 6 на улице Глинки, в котором мы теперь поселились, был в сравнении с нашим столетним патриархом молодым. Но он не был и совершенно новым. Архитектурные детали отражали эпоху позднейших лет царствования Николая I. Красился же этот дом в темный, почти черный цвет, придававший ему несколько аристократический вид. Еще недавно часть его, выходившая на улицу, служила особняком, и там проживали какие-то бары. Но теперь эту часть занимала женская гимназия Гедда. Сказать, кстати, учебное это заведение много лет помещалось в верхнем этаже нашего дома, и в дни моего детства носила название «Пансиона Лосевой». Позже, около 1880 года, госпожа Лосева передала свою школу дочерям сенатора Гедда, и тогда это училище получило права казенной гимназии, в качестве каковой приобрела большую и заслуженную известность. То, что школа для девочек и молодых девиц находилась в нашем доме, придавала ему в моих глазах особенную прелесть. Наша монументальная, но и довольно мрачная лестница оживлялась, когда по окончании занятий по ней гурьбой спускались, болтая и смеясь, барышни разных возрастов, сопровождаемые гувернантками и боннами. В гимназии Гедда в то время училась и Зиночка Философова, и она впоследствии не раз вспоминала о том, как я, противный мальчишка, мне было столько же лет, сколько ей, 12-13, пугал ее и ее товарок, и как вообще повестничал при встрече. Наша новая квартира, находившаяся в нижнем этаже, выходила не на улицу, а на очень обширный двор, и благодаря этому в ней было довольно светло. Да и вообще она была приветлива и вполне удобна, если не считать то, что комната, избранная мною под мой рабочий кабинет, глядела на прямой запад, вследствие чего в хорошую погоду ее заливали солнечные лучи, и это являлось мне большой помехой. Пока стояла осенняя погода, почти всегда темная, можно было мириться с такой ориентацией, но с поворота к весне и уже в феврале положение стало невыносимым и особенно досадным. В такие яркие и радостные дни особенно тянуло к работе, а ослепительное солнце, ложась на бумагу, мешало видеть краски и вообще сбивало с толку. Первую комнату, несколько темноватую, в ней было всего одно окно и как-то сбоку, мы отвели под столовую, и там же был поставлен наш древний длиннохвостый рояль. Следующая за кабинетом узкая комната считалась бодуаром моей жены, но она редко заходила в нее. Дальше шла комната, предоставленная под нового члена нашей семьи, наша спальня, комната для прислуги и кухня с черным ходом. Меблирована была наша квартира, если и не роскошно, то все же прилично и довольно оригинально. Главным украшением столовой являлся еще мамой мне подаренный очень большой книжный шкаф красного дерева с медными наклейками, так называемого стиля Жакоб. В кабинет был водворен знаменитый беркенфельдовский диван с перекидным сиденьем и с полкой, о которую так больно каждый раз ударялся Дима Философов. В бодуаре висело нарядное зеркало, свадебный подарок дяде Жюля Бенуа, и стояла мягкая мебель. Из картин на стенах я особенно гордился тремя большими эффектными проектами театральных декораций «Торжественный зал», «Колоннада» и еще «Колоннада», одного из последних «Бебиен» — подарок папы. Под ними в столовой поместились некоторые мои этюды, акварели Альбера и Леонтия, Левушки Багста и Женя Лансере, а также воспроизведения в красках со сказочных композиций «Гроссе», которого мы тогда очень оценивали. Мы были в восторге именно от иллюстрации этого действительно поэтичного рисовальщика, которые появлялись в «Фигаро иллюстрир». Напротив, мы относились скорее неприязненно к орнаментальным и декоративным его опытам, имевшим тогда настолько большой успех, что даже возник особый стиль «Гроссе», один из ранних фазисов искания нового стиля. Быть может, настанет время, когда и эти поиски покажутся пленительными и трогательными. Ведь нравятся же нам всякие курьезы, всякие отступления от хорошего вкуса эпохи Луи Филиппа, не так давно предававшиеся полному осмеянию. Отзыв Бенуа обожении Самуэля Гроссе 1841-1917 показателен для отношения мир искусников к искусству модерна, заявлявшему о себе в те годы. Восторженно оценивая занимательные иллюстрации художника, Бенуа и его друзья не разделяли общего мнения относительно его орнаментально-декоративных композиций, как раз приобретавших тогда популярность и последователей. На самом же видном месте красовался портрет моей пассии, однако не способный вызывать ревность вать, императрицы Елизаветы Петровны, типа Каравакка. Его я приобрел в 1891 году у букиниста Гортье на Невском вместе с портретами родителей Елизаветы Петра I и Екатерины. При помощи моего кузена Саши, Конского, увлекавшегося в те времена реставрацией картин по способу Петтенкофера, мне удалось освободить мою Елизавету от позднейших записей, и она в подлинной вычурной золоченой раме ее времен необычайно эффектно выделялась на стене кабинета. Петтенкофер Макс, 1818-1901, врач-гигиенист, в 1863 году получил патент на изобретение метода регенерации, восстановления покровного лака парами спирта на картинах, написанных маслом. Через несколько недель после нашего поселения на собственной квартире состоялись крестины маленькой Ати. Крестил ее венчавший нас доминиканский монах Патер Шумп. Крестным отцом был мой брат Леонтий, подаривший новорожденный сто рублей облигациями. Крестной матерью наша племянница. Она приходилась родной племянницей как мне, так и моей жене, старшая дочь Альбера, одна из предшественниц Ати в моем сердце, Машенька. Собрались на Крестиной, кроме ближайшей родни и двух названных друзей, и вся остальная моя компания, Дима Философов, Костя Сомов, Сережа Дягилев и Нурок. Было распито шампанское из фамильных граненых высоких рюмок, было поглощено баснословное количество разнообразных бутербродов, и было нам и младенцу поднесено несколько ценных подарков. Но бедный Патер получил шишку на самом темени, так как при своем высоком росте он ударился о тяжелую лампу, слишком низко висевшую. Это не помешало и ему присоединиться к общему веселью, ведь он и вообще был нраво-приветливого и, пожалуй, даже слишком склонного к светским развлечениям. Это был первый вполне самостоятельный прием, устроенный моей женой, и она справилась с задачей блестяще. Затем потянулась обыденная жизнь, о которой я не могу вспоминать с тем же удовольствием, с каким вспоминаю о других периодах минувшего. И не вспоминаю я с особенным удовольствием об этих первых месяцах нашего самостоятельного городского существования, потому что и нас не миновал тот материальный кризис, который, говорят, наступает почти во всех молодых семьях именно тогда, когда люди, только что превратившиеся из поглощенных друг другом существ в родителей, оказываются понимающими свои родительские обязанности очень по-разному. Я был глубоко тронут появлением среди нас маленькой Ати. Приятно было ею любоваться, заигрывать с ней, давать ей свой палец, который она с комической жадностью сразу тащила себе в рот. Мне было вроде как бы лестно узнавать в ее личке некоторые фамильные черты. Когда я бережно брал на руки этот дрыгающийся пакет, то я в зеркале замечал, что я совсем так улыбаюсь, как почтенный святой Иосиф на картине Гвидо Ренни в Эрмитаже улыбается младенцу Христу. Но все это были чувства и впечатления скорее эстетического порядка, а потому и не особенно пламенные. Вообще же появление маленькой Ати вовсе не изменило всего моего привычного самочувствия и самого образа жизни. Совсем иное действие оказало на большую Атю появление маленькой. И эта перемена была столь разительной и неожиданной, что даже это как бы изменило на время самый духовный облик моей подруги. Моментами я прямо не узнавал ее. До рождения ребенка, без сомнения, я занимал целиком все ее внимание. Она мной жила и для меня жила, всячески выражая свою любовь ко мне. В лице же нашей дочки у меня появилась своего рода соперница, очень даже опасная, очень поглощающая. Из первой персоны в доме я вдруг сделался второй, если не третий, и превратился в какую-то не стоящую внимания особу. Вообще, я и прежде не отличался большой сноровкой в разных занятиях, полезных для хозяйства и для домашнего строя. А тут я уже очутился на положении циркового рыжего, которому ничего не удается. Что я не делал, все оказывалось заслуживающим иногда и очень неласковых замечаний, а то и выговоров. Самые первые дни, пока моя жена была на положении полубольной, я это сносил и терпел. Но когда постепенно весь домашний обиход вошел в нормальную рутину, когда Атя покинула халат и стала снова дамой в корсете, то такие замечания и окрики стали меня злить, и я принялся считать себя несчастным. Я испытывал те же чувства, что испытывал избалованный фаворит, попадая в опалу. Особое раздражение моей жены я возбуждал, когда наше бебе спало. Спало же оно целыми днями. Тогда надлежало ходить, двигаться, говорить не по-прежнему, а по-новому, совершенно бесшумно. Довольно болезненное столкновение наших характеров произошло и в деле первоначального воспитания. Помня заветы моей мамочки, я считал, что ребенок должен быть воспитан с самой колыбели. Если не в строгости, какая может быть строгость в отношении чего-то совсем бессознательного и безвинного, то обязательно все же с известной выдержкой. Для его же блага с самых ранних пор следует приучать его к некоторой дисциплине, и уж во всяком случае не следует потакать всем его капризом. До рождения дочки большая Атя была совершенно согласна с этим, и она обещала мне и себе, что не будет такой же старосветской матерью-насеткой, каких мы иногда встречали в нашем кругу и которых мы чуть презирали. Она готовилась быть матерью вполне современной, сознательной и руководимой разумностью и целесообразностью. Но как только у большой Атя появилась на руках маленькая, так все эти обещания и добрые намерения были забыты, и моя жена, в нахлынувшем переизбытке своих материнских чувств, из сознательной воспитательницы превратилась в рабу, не только почитающую за особое счастье исполнять малейшую прихоть своего деспота, но и пытающуюся предугадать эти прихоти, а то и провоцировать их, когда они медлили появляться. А известно, какие прихоти, какие фантазии бывают у младенца в первые недели и месяцы своего существования. Они сводятся к одному, к тому, чтобы лишь бы приложиться к груди. Вот в такой покорный аппарат раздачи живительной влаги и превратилась теперь моя забывшая всякое благоразумие жена. Она не только клала к груди младенца при первых же признаках пробуждения, но она ему навязывала грудь. Даже когда младенец спал, стоило ему только во сне пошевелиться и почмокать губками. Такое поведение привело к тому, что Атя принуждена была безотлучно находиться при ребенке. Несмотря на все советы людей опытных, она его закармливала и перекармливала. А это породило беспорядок в пищеварении и привело к болезненным схваткам. Получилось еще и другое последствие. Моя бедная жена заболела грудницей. Все это причинило не только физические страдания, но и выбило ее окончательно из колеи, ибо волей-неволей она должна была под страхом, что ей будет совершенно запрещено кормить, соблюдать те предписания, которые ей предписал доктор. И главнейшее из них заключавшееся именно в том, чтобы промежутки между моментами кормления были растянуты, и чтобы самое кормление происходило в меру. Пусть ребенок иногда и поплачет, от этого ему ничего дурного не будет. Все же период материнского психоза миновал. И вместе с тем отношение моей жены ко мне стало постепенно возвращаться к нормальному. В декабре наши взаимные отношения приняли совершенно прежний характер. В начале декабря нам с женой пришлось испытать очень большое огорчение. Захворал, и через три дня кончился наш любимец черный котик Мурик. Мы так оба привязались к этому маленькому, но удивительно смышленому существу. Да и Мурик до того во всем выражал свои нежные чувства к приемным родителям, что постепенно он занял положение настоящего члена семьи. И это до такой степени, что друзья, справляясь о здоровье одного из нас, непременно прибавляли вопрос, а как Мурик? Надо отдать справедливость, что это был совершенно замечательный кот. Однако прибавлю тут же, что такими совершенно замечательными котами представляются все те, на коих хозяева обращают более серьезное внимание, с которыми люди удостаивают входить в более интимное, скажу даже более душевное общение. В ответ на это и коты, и кошки забывают свою неприступную важность и свою манеру держать нас на известной дистанции, они постепенно раскрываются и обнаруживают все сокровища своей духовной природы. Мы оба, и Атя, и я, не менее любили собак и понимали их, да и собаки понимали нас, но нас оскорбляет ходячее мнение, будто котам неизвестна привязанность, что это черствые эгоисты и интересанты. Просто в них более выработано чувство собственного достоинства, в них нет того холопства, которым отличаются собаки. Мы и Гоффмана так особенно полюбили за его любовь к котам и его понимание их души. Мы и своего котика назвали Муром в честь того гениального кота, записки которого издал наш любимый писатель. Увы, наступила для нашего Мура та пора, когда коты перестают интересоваться только едой, играми и предметами домашнего и хозяйственного обихода, а в них просыпается интерес к внешнему миру со всеми его соблазнами. Этот возраст вообще критический для их породы. В их голове и во всем их существе начинают бродить смутные вожделения, и постепенно эти вожделения приобретают острый характер, как только они узнают о существовании особ другого пола. Уже я примечал, что Мурик стал терять свое спокойное довольство, и его мучают какие-то зовы, в которых он сам никак не мог разобраться. В его сказочных огромных желтых глазах появлялось странное вопрошающее выражение. Мало того, в отрывистых им издаваемых звуках, во всем его поведении, в жестах, повадке, стали обнаруживаться недвусмысленные заявления о проснувшейся стихии. Наконец он повадился засиживаться часами в передней или на кухне перед выходными дверьми, сторожа мгновения, чтобы прошмыгнуть наружу в тот таинственный мир, откуда иногда доносились нежнейшие призывные мяуканья, а то и волнующие злобные крики. Разумеется, мы бы никогда не согласились учинить над Муриком ту операцию, которая сделала бы его равнодушным в отношении вещей наиболее соблазнительных. Мы стали Мурика выпускать на двор. После первых прогулок и, вероятно, первых знакомств, он возвращался очень быстро и скорее смущенный или перепуганный, но затем его отсутствие стали все более затягиваться, и, наконец, он как-то пропал до полночи. А пора была уже зимняя, снежная, холодная и сырая. Вернулся Мурик с этой злосчастной экскурсией с кашлем, и сразу стало видно, что он схватил что-то недоброе, что-то серьезное. Через день мы позвали ветеринара, который констатировал воспаление легких, и прописал целый сложный уход. И вот в роли кошачьего фельдшера оказался я, тогда как моя жена не могла часто и подолгу отрываться от своего ребенка. Ухаживание за больным котом — дело вообще весьма замысловатое и трудное, хотя бы то был самый милый и покладистый кот. Компрессы Муру мне так и не удавалось ставить, даже при помощи няни Маши и кухарки Домны. Получалась каждый раз настоящая баталия, из которой я выходил весь исцарапанный, а кот, улизнув под диван или шкаф, рычал, стонал и кричал так, что у меня сердце разрывалось от жалости. Развязка наступила довольно быстро. На третий день к вечеру Мурик так под столом в столовой и скончался. Мы как раз собирались на семейный торжественный обед к папе, только улицу перейти. И я, чтоб не расстраивать Атью, скрыл от нее постигшее нас несчастье. В душе же я не терял надежду, что наш кот качнется. Но когда и через три часа я увидал его все в той же позе на боку, с вытянутыми ногами и с широко раскрытыми глазами, то пришлось примириться с непоправимым. Будь то летняя пора, и мы бы жили на даче, мы бы сами устроили достойное погребение нашему дружку и забавнику. Но тут не оставалось ничего другого делать, как позвать дворника, который без дальних разговоров схватил черный трупик за окоченевшие ноги и унес его с собой. Вероятно, для того, чтобы швырнуть в помойную яму. Несколько дней мы не могли примириться с нашей утратой, привыкнуть к мысли, что исчезло такое близкое существо, но затем тут как раз наступила предрождественская пора, и мы занялись приготовлением к елке, и воспоминания о Мурике стали затушевываться. Надлежало устроить первую собственную елку и сделать ее, елико возможно, более пышной и праздничной. Хотелось нам, неопытным родителям, чтобы она поразила и нашу малютку, и чтобы впечатление от нее, пусть и незначительное, послужило чем-то вроде путеводной звезды. Как раз тогда я продал на выставке «Белое и черное», устроенной МТ, несколько своих рисунков углем и пастелью, и это позволило выполнить нашу затею с блеском. На выставке 1897 года в Академии художеств Денуа были показаны акварели весна, село, огород, кладбище, зимний вечер в Петербурге, старая площадь в Майнце, вечер в Базеле, набережная Рейна в Базеле, апсида церкви святого Жерве в Париже, церковь святой Клотильды в Париже. В то время графические выставки Академии еще не носили официально утвердившегося за ними позже названия выставок «Белое и черное». С 1901 года это название появляется и на обложках указателей выставок, а в специально оговоренных правилах значится, что на выставку принимаются гравюры, афорты, ксилографии и произведения, исполненные одним тоном, карандашом, углем, пером или кистью и прочее. Но величину самого дерева мы пожелали сохранить традиционной, какой она всегда бывала у нас в доме и как это рисуется на немецких картинках. Иначе говоря, рождественская елка должна была стоять не на полу, как, например, у дяди Сезара, а на столе. На столе же, на белоснежной скатерти, были разложены подарки. И этих подарков пришлось припасти немало по числу приглашенных. Позваны были не только соседние родные, папа, Катя, все лансерята, Миша, Оля и их двое детей, Альбер и его дети, но и все мои друзья. Последним, разумеется, достались самые шуточные сюрпризы. Особенный успех имела огромная колбаса в несколько фунтов, которая была поднесена Косте Сомову, нашими насмешницами, дочерьми Альбера, Машенькой и Милечкой. А досталась она Косте, потому что он успел заслужить репутацию обжоры. Больше всего смеялся этому сюрпризу сам Костенька. И я так и вижу его смятое в морщинах лицо, его широко раскрытый рот, слышу его своеобразный звук хохота. Вижу и всех окружающих, как во всю пасть хохочет Сережа, как ехидствует Дима, как конфузливо улыбаются девочки лансере, как с недоумением поглядывают другие, и как особенно веселятся авторы глуповатой шутки, оставившие на время свою сдержанность Машенька и ее более разбитная сестра Милечка. Для меня только что упомянутая выставка в Академии имела очень большое значение. Я выставил на ней несколько пастелей по этюдам, сделанным во время нашего свадебного путешествия, несколько мелких этюдов и одну картину, в которой я испробовал новый технический прием, а именно акварель поверх фиксированного рисунка углем. и в котором я задумал передать впечатления, полученные от прочтения драмы Миттерлинка, им вся наша компания очень увлекалась, смерть Тетражили. Нас познакомил с его драмами тот же Берле, любивший сам читать нам вслух, причем он особенно старался голосом, манерой, выговаривать слова паузами, передать чувство ужаса. Мне захотелось передать не один из эпизодов самой пьесы, а как бы тот чужой мир, в который попал бедный обреченный мальчик, иначе говоря, тот замок, куда его привезли и где его оставили, кто это в драме не выяснено, да оно и неинтересно. Удалась мне моя затея, вовсе не блестящая отчасти потому, что я сам не слишком ясно видел то, что мне только мерещилось, а отчасти по отсутствию достаточного мастерства. Каково же было мое изумление и моя радость, когда примчавшийся прямо с выставки Сережа сообщил, что только что побывал там Третьяков, и что он купил мою картину, да кажется, только ее из всей выставки счел достойный попасть в свою галерею. Уже то было удивительно, что он побывал на этой академической выставке, которую он обыкновенно игнорировал, припасая свои деньги для приобретения ему любезных с полным основанием передвижников. Как это могло случиться, я до сих пор не понимаю, тем более, что я не был с ним знаком, никто из нас не был, но во всяком случае я был счастлив, я как-то сразу вырос в собственных глазах, да и на друзей это произвело сильное впечатление. Однако моя художественная совесть не позволила мне оставить так это дело. Уж раз Павел Михайлович почтил меня своим выбором, то и я почувствовал себя обязанным лучше заслужить эту честь. И в этом смысле я сразу же написал ему письмо, при личном же свидании сговорился с ним, что не будучи вполне доволен своей работой, я попробую сделать то же самое, но лучше. Мы условились, что когда ему будет доставлена эта новая версия, то она и будет фигурировать в галерее, а эта первая будет мне возвращена. Этот новый вариант замка я создал только на следующий год уже в Париже, и даже целых два варианта. И хотя Павел Михайлович принял один из них, однако я и им был недоволен. Мало того, теперь мне кажется, что в первой версии, при всем ее дилетантском характере, было больше свежести и убедительности. Мое личное свидание с Третьяковым произошло в комнате, где хранилось собрание Тенешевой. Об этом собрании Павел Михайлович что-то слышал, и узнав, что там имеется и несколько старинных русских художников, пожелал взглянуть на него. Вероятно, в своей собирательской страсти его взяло некое беспокойство, уж не народился ли в лице богатейшей княгини Тенешевой опасный для него конкурент. Эта тревога должна была сразу рассеяться, как только он в два приема просмотрел несколько сот листов Тенешевского собрания. Единственное, что вызвало в нем особый интерес, была серия петербургских типов Щедровского. И он даже предложил променять несколько из этих 30 рисунков тушью, дав взамен несколько рисунков Максима Воробьева. Сам я был решительно против того, чтобы исключить хотя бы один рисунок из всей этой интереснейшей серии, но все же сообщил Марии Клавдиевне в Париж о предложении Третьякова. Она в решительной форме согласилась со мной, и тогда я предложил Павлу Михайловичу приобрести у нее вид Елагина дворца Воробьева. И она была так мила, что уступила его за какие-то гроши. Кажется, за 15 рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!